Однако состояние обеих сторон было не одинаковым. Лиам поморщился от боли, он и вправду приближался к пределу своих возможностей. Чем больше он использовал пустоту, тем больше он угасал. А ведь в таком состоянии ему предстояло сразиться с десятью высокоуровневыми существами, о способностях которых он не имел ни малейшего представления. Ему нужно было закончить этот бой прямо сейчас, иначе все было бы напрасно. Тебе нужно еще несколько секунд, напомнил ему китоподобный зверь-хранитель. Огромное существо все еще сдерживало других зверей-хранителей, с которыми, похоже, стало еще сложнее справиться благодаря взрывной силе массива пустоты. Лиам едва уловил слова зверя, он не понимал ни смысла, ни значения его слов. У него не было на это времени. За долю секунды до того, как так называемые Короли Ильичи смогли выпустить следующую волну атак, Лиам не сдержался и использовал последний козырь, который так долго приберегал. Еще раз болезненно застонав, он приказал бескрайней пустоте, бурлящей вокруг него, выстрелить вперед. Не в сторону Королей Ильичи, а в сторону огромной армии нежити, окружавшей их. На мгновение все замерло. Затем 10 Королей Ильичи сделали свой следующий ход и направили еще одну атаку на маленький Росток, но неожиданно на этот раз их армии не поддержали их атаку. Вместо этого они атаковали их. Глава 1090. Крещенда. В то же самое время, когда Короли Ильичи атаковали Росток, армия нежити напала на Королей Ильичей. Эти существа считались самыми могущественными в своем царстве и занимали это положение в основном благодаря своим армиям. Но в данный момент их собственная армия верной нежити атаковала их. На поле боя царил хаос из Суматоха. С другой стороны постепенно начали пробуждаться другие звери-хранители и нападать друг на друга, словно обезумев. Лям же в этой Суматохе держался стойко, не позволяя ни одной атаки обрушиться на маленький Росток. Он возводил барьер за барьером из густой пустоты, защищая мировое семя и его Росток всеми силами. Возможно, благодаря связи с мировым семенем Лям каким-то образом знал, что слова зверя-хранителя кита были правдой. Ему нужно было лишь немного времени, чтобы Росток стабилизировался, и как только это произойдет, все это закончится. Он стиснул зубы и стал держаться. Он чувствовал это. Росток становился все сильнее и сильнее, а пульс, бьющийся в нем, резонировал со значительной силой. С каждой секундой появлялся новый корень, из которого вытекала жизненная сила маленького Ростка и жизненная сила всей планеты. Лям смутно ощущал резонанс, и это было подобно взрыву в его сознании. Он ощущал безграничную силу, бесконечную пустоту, нечто такое, чего он не мог понять. Почувствовав, что мировое семя собирается успешно созреть, окружающие его неземные существа разъярились еще больше, и на маленький Росток со всех сторон посыпались бесчисленные атаки. Временный контроль Ляма над армией нежити также рассеялся, и короли Личи со своей армией снова стали нацеливаться на Ляма и мировое семя. То же самое сделали и несколько зверей-хранителей. В этот момент Лям даже не стал отбиваться от этих врагов по отдельности. Используя ману и пустоту, клубящуюся вокруг него, он возводил барьер за барьером. Росток мирового дерева помогал ему, накачивая маной. Лям и вправду стоял на тонком льду. Тем не менее, он все еще стоял. Еще несколько секунд, это все, что ему было нужно. Но в этот решающий момент вдруг раздался знакомый голос, и Лям замер. Неужели ты думаешь, что так легко отнять у меня все хорошие? Дважды перед Лямом, среди испарений пустоты, стоял Крауфорд, мастер ПВП-башни. Лям опустил глаза, не понимая, как этот сумасшедший старик смог выбраться из игрового мира. И что, черт возьми, он делал в этом мире? Он выглядел слабым и немощным, но Лям знал, что все не так просто. Прежде чем его мозг успел осознать происходящее, старик поднял руку, и в следующую секунду на него обрушился взрыв силы. Это была последняя капля, которая должна была сломать все. Паника и ужас охватили Ляма, когда он из последних сил попытался блокировать атаку. Он яростно направил Ману и пустоту, но наступил хаос. Все вокруг погрузилось в кромешную тьму. Пустота была повсюду. На мгновение все живые существа на земле затаили дыхание. Смерть и разложение постучались к ним в дверь. Но среди этой тьмы пробился маленький огонек. Мировое семя успешно проросло. Кольца Маны, Божественности, Света, Святости, Жизни и Природы рванулись из маленького ростка, сражаясь с нечистью, которая была повсюду. Одно соединилось с другим, и две энергии сгорели, поглощая друг друга. Все вокруг заискрилось. Сам воздух был заряжен энергией. Люди ниже 5го уровня уже не могли этого выдержать. Воздух привел их в бешенство, и они превратились в неистовых зомби. Их примеру последовали и те, кто был ниже 10го уровня. Крики и вопли раздавались повсюду, когда один за другим все люди начали падать. Однако вскоре мучения прекратились. Люди 20го и выше уровней наконец-то смогли как-то выжить. Воздух вокруг них тоже немного прояснился. Что, черт возьми, происходит? Крикнула Алекс, наблюдая, как несколько человек вокруг нее сгорают и угасают. Лиам. Она вздрогнула, почувствовав знакомое с Женей пустоты. Она поняла, что происходит что-то серьезное. Лиам в порядке? Шенью и Мэймэй резко повернулись и посмотрели на нее, осознавая всю серьезность ее слов. Ри, Ланьфын, Ланьдеминг, Абраке, Мадан у всех были серьезные лица. В одну секунду они сражались с нежитью и яростно зарабатывали очки опыта, а в следующую секунду все изменилось. Только Оракул выглядел безэмоционально. Что посеешь, то и пожнешь, пробормотал он про себя, никому ничего не открывая и предоставляя природе идти своим чередом. Тем временем на месте преступления вокруг ростка мирового дерева образовался небольшой барьер. Этот барьер имел особый оттенок, одновременно синий и черный. Никто больше не мог приблизиться к ростку, и никакая атака не могла его коснуться. Росток был устойчив. Мировое дерево успешно проросло. Из этого маленького предмета вырвался вверх столб энергии, и вокруг всего мира возник такой же барьер, полностью запечатавший его и все, что с ним связано. В этот момент все оставшиеся в живых люди услышали в ушах голкий звон системного уведомления. Волна мертвой тишины окутала весь мир. Все люди, до сих пор напуганные неожиданными событиями, замерли и уставились на уведомления. Посреди этого замешательства один только человек, прихрамывая и наклонившись вперед, свободный мир Ранабе усмехнулся. Так это и есть мировое дерево нового мира? Лицо Крауфорда исказилось в уродливой ухмылке. Его глаза огляделись по сторонам, словно ища что-то еще. Вокруг лежали обугленные останки огромных чудовищных зверей. Кучи костей и гниющей плоти. Красных или, скорее, черных столбов света больше не было. Нигде не было видно нежити. Повсюду была мана, но повсюду была и пустота. При столкновении вихрей двух энергий в воздухе раздались небольшие взрывы. Все было так, как он и предсказывал. Однако, где труп того маленького ублюдка? Я хотел сделать его своей марионеткой и проботить навечно. Крауфорд сплюнул. Пространственное сокровище тоже пропало. Куда оно делось? Неужели он исчез вместе с нежитью? Мне нужно поговорить об этом со жрицей. Гнилой ублюдок. Даже после своей смерти он наносит мне убытки. Старик выругался и сплюнул еще несколько раз, после чего достал из халата маленький золотой жетон. Он поднес жетон ко рту и пробормотал. Этот ублюдок умер, жрица. Я лично подтвердил это. Глава 1091. Она моя. Хайм и мым. Лям резко распахнул глаза, и в нем зашевелилась смесь тревоги и паники. Когда его мысли и зрение прояснились, он резко сел и вынырнул из этого состояния. Что случилось? Где он был? Миллион мыслей пронеслись в его голове. Но прежде чем он успел обдумать все это, возникло нечто еще более насущное. Боль. Мучительная боль обрушилась на него со всех сторон без предупреждения. Каждый сантиметр его тела горел от невообразимых мучений. Лям стиснул зубы. Его лицо исказилось в мучительной гримасе, пытаясь вытерпеть мучительную боль. Казалось, что каждый нерв в его теле выжжен огнем, пульсируя с такой интенсивностью, которая грозила поглотить его целиком. Корчись от боли, он делал глубокие вдохи, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце и сосредоточить разбегающиеся мысли. Набравшись решимости, он заставил себя оглядеться вокруг, чтобы понять, что происходит. Жив ли он вообще в этот момент? Последнее, что помнил Лям, это лицо этого старого ублюдка. Он каким-то образом появился в самый ответственный момент и все испортил. Блять, блять, блять. Лям с досадой ударил кулаком по земле вокруг себя, нисколько не заботясь о том, что это усиливает и без того мучительную боль. Он испробовал все, что мог, и сделал все, что мог, даже ценой собственной жизни и будущего, и все равно этого было недостаточно. Когда это высшее существо хотело раздавить его, в конце концов, он был просто раздавлен, как насекомое. Лям огляделся по сторонам, почти не желая видеть, что происходит. Этот мир, в котором они жили, был безжалостен. Он был неумолим, и проигравшему не оставалось ничего другого, как умереть, а если ему все же удавалось избежать смерти, то его ждало нечто еще более страшное. А что ждало его? Звук прервал его, заставив отвлечься от своих мыслей и обратить внимание на окружающую обстановку, и он тут же был удивлен. Там, где он ожидал найти только смерть, разложение и темноту, был дневной свет и приятный прохладный ветерок, обивающий кожу. Его внимание привлек звук, похожий на щебетание птицы. Перед ним расстилался пейзаж с яркой листвой и цветами, что резко контрастировало с тем, что он представлял себе. Сметение смешалось с облегчением, когда Лям осмотрелся. Он оказался на безмятежном лугу, окруженном холмами и далекими горами, уходящими за горизонт. Небо над головой было голубым, украшенным пушистыми белыми облаками. Терпя всепоглощающую боль, он осторожно поднялся на ноги. Он осмотрел окрестности в поисках признаков опасности, но увидел лишь безмятежную красоту и спокойствие луга. Никакой непосредственной угрозы или враждебных существ в поле зрения не было. С трепетом Лям сделал первые шаги вперед, и его босые ноги погрузились в мягкую бархатистую траву. Что случилось? Значит ли это, что он победил? Мировое древо пустило корни, они очистили мир от пустоты. Словно отвечая на его вопрос, перед ним вспыхнула серия уведомлений. Добро пожаловать в сеть Меридиан Миров. Ваши привилегии доступа к системе теперь обновлены. Поздравляем! Вы получили новый титул, первый на Земле путешественник по мирам. Поздравляем! Вы получили 50 бонусных очков характеристики, которые можно свободно распределить. По любым атрибутам лицо Ляма побледнела. Путешественник по мирам. Путешественник по мирам, пробормотал он в оцепенении. Весомость слов в системном уведомлении постепенно доходила до него. 50 дополнительных очков, которые в любое другое время были бы приятным сюрпризом, теперь стали лишь напоминанием о реальности, болезненной реальности того, что он находится в другом мире. Лям вздрогнул. Он судорожно пытался разобраться в ситуации, где он находился. Как он сюда попал? Как ему удалось попасть в совершенно другой мир? И, что еще важнее, что случилось с массивом пустоты? Все, кого он любил, были там, в этой воронке. Какой смысл ему одному выживать, если все остальные погибли? Непреодолимые эмоции захлестнули его. На глаза Ляма навернулись слезы, и он упал на колени, его тело сотрясалось от отчаяния и растерянности. Боль, которая когда-то поглощала его, теперь казалась мелочью по сравнению с переполнявшими его эмоциями. Однако его размышления были прерваны возникшей неподалеку суматохой. Взгляд Ляма безжизненно упал на небольшую группу, собравшуюся в нескольких метрах от него. Это была группа низкорослых зеленокожих существ, чем-то похожих на гоблинов, но, похоже, более сильных и резких, чем они. Она моя, закричал один из них. Руки прочь, ублюдок. Она моя. Держи свою вонючую задницу подальше. Это женщина моя. Лям знал, что не должен понимать этих существ, но сейчас он мог очень отчетливо слышать их разговор. Не заботясь о том, почему так происходит, он задержал взгляд на земле, где лежал человек без сознания. Гоблины точно дрались из-за этого человека. Лям напрягся, сразу же узнав знакомое лицо. Ответ на вопрос, почему он оказался здесь, был очевиден. Его притащила сюда принцесса драконов, и сейчас она лежала без сознания в нескольких метрах перед ним. Когда он молча стоял и смотрел, как кучка жестоких существ вожделеет ее и дерется за нее, вдруг губы девушки разошлись, и из них вырвался стон. Ее брови сдвинулись, а глаза напряглись, чтобы открыться. Лям молча подошел к ней. Как только гоблины заметили его приближение, толпа существ быстро разбежалась, исчезнув с ветром. В этот момент Лям был покрыт кровью с ног до головы. Не говоря уже о том, что аура, исходящая от него, была такой, что существа не могли с ней справиться. К счастью для них, внимание Ляма было полностью сосредоточено на принцессе драконов. Он достал из своего пространственного артефакта высококачественное целебное зелье и медленно влил его в рот девушке. Глава 1092 Сломанный с лицом, лишенным каких-либо эмоций, Лям ждал, пока принцесса драконов придет в себя. Несмотря на введение четырех целебных зелий, эффект от них был в лучшем случае минимальным. Принцесса продолжала стонать, признак того, что она еще жива, но не было никаких признаков того, что она скоро очнется. Лям тяжело вздохнул. Он подозревал, что она каким-то образом ответственна за то, что привела его в это место, но не чувствовал ни счастья, ни благодарности к ней. Когда он сел рядом с ней, в его голове пронеслись воспоминания из обеих жизней, каждая из которых вызывала пронзительную боль. Осознание того, что, несмотря на все его усилия, он все равно потерпел неудачу. Жгло, как открытая рана. В своем отчаянном стремлении изменить свою судьбу и судьбу сестры он даже не смог уделить ей должного времени во время второго шанса. Он трудился не покладая рук, чтобы в очередной раз все потерять. Сожаление волнами накатывало на него, когда он молча созерцал единственную выжившую рядом с ним. Прошло время, и мучительная боль, пронизывающая тело, заставила его взглянуть в настоящее. Закрыв глаза, он сосредоточился на оценке своего состояния, но в следующее мгновение его глаза распахнулись от шока. По телу пробежала дрожь, и он попытался поверить в то, что только что пережил. Снова закрыв глаза, он попытался воспроизвести ощущения. На этот раз он был уверен. Слезы навернулись ему на глаза, когда он почувствовал слабую, но знакомую связь с двумя разными существами. Одной из них была маленькая лисичка, а другим, что удивительно, само мировое дерево. Если связь с мировым деревом не прервалась, то, скорее всего, массив пустоты был остановлен. Тогда все ли остались живы? Лям резко изменил свое поведение. Когда появился проблеск надежды, не было места для жалости к себе и отчаяния. И луна. Его связь с мировым деревом была очень слабой, но ментальная связь с маленькой лисичкой была гораздо сильнее. Он чувствовал, что она жива. Набравшись решимости, Лям успокоился и снова погрузился в медитацию, потянувшись к ее присутствию. На этот раз он почувствовал ее более отчетливо. Она была рядом, там, где он находился, но, к сожалению, вне пределов его досягаемости, он не мог связаться с ней. Всплеск эмоций захлестнул Ляма. Осознание того, что он не потерял всех, возродило в нем чувство цели. Если раньше, когда он считал себя одиноким, ничто не имело значения, то связь с луной привела его в чувство. Гнев захлестнул его с новой силой, умножившись во сто, в тысячу раз. Он поглощал его, разжигая жгучие желания отомстить. Одна только мысль о том, что его загонит в угол, что он не сможет защитить свою семью и выжить, разжигала в нем первобытную ярость. Эта девушка была полна решимости использовать его минутную слабость, чтобы навсегда запечатать и похоронить его. Она закрыла все двери и била по нему со всех сторон. Но он был жив. Лям сжал кулак. Знают ли они, что он выжил? Что случилось со всеми? Где была луна и что это за место? В голове у него крутилось несколько вопросов. Многое нужно было выяснить. Но сначала ему нужно было прийти в себя. Он предпринял несколько радикальных мер, дойдя даже до того, что сам себя погубил. Ему нужно было оценить степень нанесенного ущерба. Лям был не уверен, знает ли жрица о его выживании, но если нет, то это был его шанс. Он должен был стать сильнее в тени. Достаточно сильным, чтобы вернуть себе все. Время поджимало. Он не знал, в каком состоянии находится луна. Даже если мировое дерево еще оставалось, там был Крауфорд. Лям знал об этом старике. Он был очень мстителен и мелочен. Он не оставлял в живых никого, кто был ему близок. Он верил в возможности своей гильдии, но против Крауфорда они не смогут долго бегать и прятаться. Ему нужно было спешить. Если все и вправду живы, то нужно как можно скорее стать сильнее. Лям успокоился. Боль разрывала его тело, и он не мог тщательно оценить свое состояние. Поэтому он первым делом открыл экран состояния. Он хотел посмотреть, как выглядит обновленная система и какие дополнительные сведения она содержит. Имя. Лям Чен Краса. Человек уровень. 234 классы. Некромантес. Маг души с СС. Заблокирован. Планета. Земля. Титулы. Первый эволюционер Земли. Первый на Земле путешественник по мирам ядроманы. Красное, пробужденное сломанное ядро пустоты. Обсидиановое, пробужденное сломанное душа. Второго порядка сломанное путь. До осемени манипуляции маной. До осемени манипуляции пустотой живучесть. 65, 410. Выносливость. 25, 390. Сила. 87, 370. Интеллект. 67, 420. Ловкость. 45, 395. Удача. 625. Физическая защита. 5. Ментальная защита. 23. Душевная защита. 5. Нераспределенные очки характеристик. 200. Открыв системный интерфейс, Лем первым делом увидел свой уровень и не поверил своим глазам. В последний раз, когда он проверял уровень, он был где-то около 100 го, а сейчас он на 234 м уровне. Он быстро просмотрел свою статистику, когда на экране появился еще более шокирующий результат. Все его характеристики были просто ужасны. Лем увидел число в скобке и предположил, что это его настоящие характеристики, а те, что отображались, были, наверное, из-за его травм, таким образом, показывая его текущее состояние. Как и его характеристики, его защита также была плачевной. Гоблины, которые разбежались, увидев его, могли бы прикончить его прямо сейчас. Единственным спасением были 200 нераспределенных очков. Наверное, это были очки, полученные за дополнительные уровни. Но когда он успел повысить уровни, Лем снова перевел взгляд на экран статуса и прочитал его сверху донизу. Теперь у него было ядро манное ядро пустоты. Прежде чем Лем успел понять, как это произошло, он увидел надпись на боковой стороне «Сломанные». И не только эти два, но, похоже, и его душа тоже получила апгрейд, перейдя из первого порядка во второй, и тоже получила статус «Сломанный». Лем уставился на эти штуковины горящими глазами, и при этом скривился. «Значит, я получил много, но все это сломано». Этого он уже ожидал, но все же было неприятно видеть, как система анализирует это. Как починить эти вещи, он понятия не имел. Глубоко вздохнув, он обратил внимание на последнюю добавленную деталь. «До о семени манипуляции мана и до о семени манипуляции пустотой». Глава 1093. След Маны. «До о семени манипуляции мана и до о семени манипуляции пустотой». Лем думал о разных вещах, глядя на эти два маленьких термина. Что такое «да», что это значит. Он не совсем понимал смысл этих терминов и их значение, но, наверное, мог догадаться, что произошло. Это должно было произойти из-за его сражения за защиту ростка мирового дерева и одновременного манипулирования пустотой и маной. Чтобы понять, что же произошло на самом деле и что именно он получил, Лем попытался просмотреть системные уведомления. Как он и ожидал, никаких уведомлений о полученном опыте не было. Вместо этого появились два уведомления о семенах «да». Удивительно, но уведомления о повышении уровня появились сразу после этих двух уведомлений о семенах «да». Лем поднял бровь, глядя на это. Он прекрасно знал, как трудно повысить уровень после 20 или 30, но он получил сразу около 100 уровней и, похоже, это было напрямую связано с этими семенами «да». Может быть, это и есть правильный способ увеличить свою силу после определенного момента? Звучит не совсем правильно. Нельзя совершенствоваться без боя. Хотя Лем не знал, что именно это такое, но смутно догадывался, что это связано с более глубоким пониманием маны и пустоты. Но это понимание не придет без боя. Если бы он не находился в ситуации жизни и смерти, он бы не получил эти семена «да», даже не зная, что они собой представляют. Правильный путь вперед, безусловно, состоял в сочетании обоих вариантов. Однако в связи с этим у Лема возник еще один вопрос. А как же его манипуляции с душой? Лем уделял больше времени манипуляциям с душами, чем с Манаили Пустотой. У него была целая армия душ, и он даже несколько раз успешно исцелял свою душу. Тогда где же семя до манипуляции душами, чего ему не хватало? Лем достал высококлассное зелье исцеления и вылил его в рот. Он специально позволил боли бушевать в своем теле, так как она помогала ему избавиться от чувства вина и гнева, но теперь ему нужно было подумать и восстановить все, что было разрушено. Он еще не закончил. Лем почувствовал, как по его телу разлилась волна тепла. Оно затянуло мелкие порезы и синяки, украшавшие его тело, но ничего не сделало, чтобы восстановить то, что было сломано. Лем и сам не ожидал такого поворота событий. Целебное зелье не облегчило его боль. Он получил лишь мизерное облегчение. Затем он достал немного воды из мирового семени и выпил ее большими глотками, после чего стал медленно жевать мясо с вопадыны и краткой эмиры раэнопы высококлассного зверя. Это принесло ему еще одно мизерное облегчение. Вода начала делать свое дело, медленно питая его тело и восстанавливая его. Лем закрыл глаза и, воспользовавшись кратковременным облегчением, которое давала ему вода, стал внимательно изучать свое тело. Его лицо потемнело, когда он осмотрел все, вернее, ничего. Его тело было полностью разрушено. Одна половина его тела была разрушена маной, а другая – пустотой. Все его вены маны были сожжены дотла. А ведь у Лема даже не было вен пустоты. Энергия просто бушевала в его теле, оставляя после себя повреждения и шрамы. Лем не думал, что его тело повреждено до такой степени. В данный момент он ощущал густые вихри маны в воздухе. Этот мир, в котором он находился, был очень богат маной. Однако внутри его тела едва текла струйка маны, и это после того, как он приложил к этому огромные усилия. Он попытался вызвать свою нежить, но ничего не происходило, кроме жгучей боли в душе, раздирающей его по новой. Так дело не пойдет. Он был практически калекой, как и сейчас. Ему нужно было восстановить свою душу, тело и ядро. К тому же он был морально истощен. Имевшиеся в его распоряжении эликсиры и рецепты были недостаточно хороши. Возможно, что-то связанное с мировым деревом и сработало бы, но у него была только вода из мирового семени, и это не помогало. Лям вздохнул и встал. Он посмотрел на принцессу драконов, которая все еще лежала без сознания. Он забрал ее в свой пространственный артефакт. Теперь предстояло выяснить, где он, черт возьми, находится. Все остальное должно было подождать. Лям огляделся по сторонам, пытаясь понять, есть ли какая-нибудь зацепка, где он находится. Системное уведомление также ничего не говорило об этом. Он сделал небольшую паузу и стал изучать окружающую обстановку. Похоже, он находился в лесу, фактически в глуши. Он начал идти. Лям ожидал найти что-нибудь, возможно, зверя или даже прежних гоблинов, чтобы получить хоть какую-то идею, но, к его счастью, на пути ничего не попадалось. Однако, пройдя некоторое время, он заметил странное явление. Мана в воздухе была не та. Это было очень тонко, но он шел по перепаду маны. Чем дальше он шел, тем тоньше становилась мана. Это было не очень заметно, но благодаря навыкам Ляма он мог ощутить небольшой, мизерный сдвиг. Лям остановился, а затем начал идти в другом направлении. Подобный перепад маны должен был быть чем-то вызван, и теперь он двигался к тому, что излучало это огромное количество маны. Он продолжал пить воду из мирового семени, каждый глоток немного укреплял его. Его показатели постепенно восстанавливались, хотя и не были близки к тому, что должно быть. Прошло несколько часов, мана в воздухе стала становиться все гуще и гуще, и вскоре Лям добрался до источника этого огромного количества маны. Глава 1094. Элдрин Силверторн. Я в полной заднице, тяжело дыша, проговорил Элдрин Силверторн, устремив взгляд ввысь. Перед ним возвышалась горная цепь, а в центре ее возвышался огромный меч, от которого исходила аура силы и величия. Огромные размеры меча и его внушительный вид удивили Элдрина. Это было оружие огромных размеров, намного превосходящее все, с чем ему доводилось сталкиваться. Сверкающие лезвия, отражая солнечный свет, казалось, насмехалось над его ничтожностью. Он чувствовал тяжесть собственной смертности, стоя перед этим колоссальным проявлением силы. Сомнения и страх закрались в сознании Элдрина. Предстоящая задача казалась ему непреодолимой, шансы были равны, и все же он стоял в этом мире. Элдрин двигался так быстро, как только мог, быстрее, чем обычно, по крайней мере, как он считал. В данный момент он не собирался тянуть время. Сначала ему нужно было добраться до испытательного полигона, иначе его шансы на выживание еще больше уменьшатся. Он активировал приобретенный и отработанный в тайне навык передвижения, даже достигший высокого мастерства, и использовал все свои запасы энергии, чтобы преодолеть расстояние. Он продирался сквозь густые зеленые леса, переплывал реки и взбирался на коварные скалы с небывалой ловкостью. По мере приближения местность становилась все более коварной, но он продолжал бежать вперед, не обращая внимания ни на что. Вскоре перед ним раскинулись бескрайние горы. Фу-ух-ух-ух-ух. Элдрин глубоко вздохнул, удивленно глядя на открывшееся ему зрелище. Все вокруг было в тумане, поэтому он не смог разглядеть все издалека, но теперь, когда он приблизился, туман магическим образом исчез. До самого горизонта простиралась необъятная горная цепь. Возвышающиеся пики, казалось, касались небес, а их зазубренные края были скрыты туманом. Но больше всего его поразило не их количество, а открывшееся удивительное зрелище. Глаза Элдрина расширились от удивления, когда он увидел открывшуюся перед ним панораму. Горный пейзаж представлял собой симфонию архитектурных чудес. Каждое строение рассказывало о людях, когда-то населявших этот мир. Горы стояли как стражи, заключая в свои скалистые объятия целые гобелены жилищ. Высокие пагоды с замысловатыми крышами устремлены в небо, их изящные изгибы свидетельствуют о древнем мастерстве. Великие дворцы, украшенные витиеватой резьбой и сверкающими золотыми акцентами, гордо напоминали об ушедших империях. Среди величественных строений соседствовали скромные хижины с соломенными крышами, гармонично вписывающиеся в природный ландшафт. Каждое жилище, независимо от его размеров и формы, несло на себе отпечатки прожитых жизней, воспоминания, впечатанные в фундамент. Однако некогда величественные здания несли на себе следы упадка и боевые шрамы. Времена наложили свой отпечаток на эти величественные творения, оставив их в запущенном состоянии. Осыпающиеся фасады и разрушенные стены рассказывали о древних конфликтах и бесчисленных годах. Величие и великолепие, некогда процветавшие в этом царстве, теперь лежат в руинах, являясь призрачным напоминанием о хрупкости бытия. А среди остатков древней цивилизации возвышался колоссальный меч, символ силы и непокорности, его лезвие было устремлено в небеса, словно бросая вызов самим богам. Сердце Элдри наколотилось в груди, тело изнемогало от тяжелого пути. По его лбу стекали бисеринки пота, когда он думал о грандиозности предстоящей задачи. Он знал, что для преодоления этого испытания ему придется собрать все силы, мужество и стойкость. Шансы на то, что он останется в живых, были крайне малы, но он должен был это сделать, даже если это будет просто назло тем, кто хотел его смерти. Элдрин сделал все возможные, чтобы подобное никогда не случилось. Он десятилетиями работал над созданием имиджа, чтобы его не выбрали. Да, он был прямым наследником одной из крупных семей королевства. Но учитывая его образ развратника и то, сколько времени он проводил в борделях и тавернах, можно было подумать, что эти старики даже не посмотрят на него. Однако Айфридамсу он жестоко ошибался. Они все равно выбрали его. Конечно, он прекрасно понимал, почему они это сделали. Несмотря на то, что он был нищим, его предки в свое время смогли освоить кровную линию и стать сильными столпами королевства. Его предок был одним из пяти, благодаря которым это проклятое королевство вообще существовало, и вот так они обошлись со своей семьей. Три его крупных, мускулистых брата уже поджарились, а теперь, похоже, настала и его очередь. Даже если он был ни на что не годен, похоже, они все равно были полны решимости не отпускать его. Он был уверен, что эти хитрые старики все предусмотрели. Иначе зачем бы они открыли мистическое царство, которое было личным тренировочным полигоном королевской семьи, для всех желающих. Может быть, они даже подговорили королевских стражников убить его. Элдрин ничего не мог предположить, но вот тут-то они и ошиблись. У Элдрина в рукаве было припрятано еще много тузов. Прямо на их глазах он довел свою силу до достаточного уровня. Он взглянул на браслет, скрывавший его истинную силу. Это было главное сокровище, которое стоило дорого и опустошило больше половины казны его семьи, но оно того стоило. Хотите убить меня в руинах? Я схвачу главное сокровище и набью вам всем морды. В отличие от своей идиотской семьи, он больше не испытывал привязанности к своему предательскому королевству. К черту королевства и к черту так называемое семейное наследие. На мгновение собравшись с мыслями, Элдрин выпрямился и устремил взгляд на далекую вершину, где стоял меч. Именно там находилось настоящее сокровище. В его глазах горела решимость, и он сделал шаг вперед. Глава 1095. В тусклом свете разрушенной погоды группа эльфов с ворчанием и недовольством обыскивала помещение в поисках чего-либо ценного. Ах, это не честно. Предыдущим поколениям было намного легче, а нам приходится страдать. Концентрация струн эссенции крови настолько мала, что до сих пор мы не встретили ни одной. Заткнись. В этот раз мы отправляемся в древние руины не за сокровищами и даже не за струнами эссенции крови. На этот раз речь идет о выживании. Да ты просто слишком осторожен. Каждое десятилетие, когда открываются врата в руины, там всегда происходит кровавая резня. Из всех, кто сюда попадает, несколько человек умирают. Это не повод для шока. Это ожидаемо. Нет. Я думаю, ты еще не слышал о новостях. На этот раз в руинах будет как никогда многолюдно. Император открыл врата руин для многих крупных королевств. Каждое королевство получило 20 мест. Черт. Разве у империи не 100 мест? И все крупные кланы тоже имеют по 10 мест. Это определенно будет кровавая баня. Да. И не только это. Император также открыл руины для некоторых миров Церанга и Дранга, предоставив некоторым из наших дальних семейных ветвей несколько мест. Эти ребята выложили за это немалые деньги. Но зачем он все это делает? Ладно. Может, этот слух и не соответствует действительности, но я слышал, что на этот раз внутренняя завеса руин будет снята. Видимо, император хочет, чтобы его блудный сын попытался совершить невозможное. Как кран-принц допустил это? Да. Все дело во времени. Третий принц совершил прорыв и достиг 1000 уровня. Черт возьми. Он должен быть самым молодым эльфом, достигшим этого. Да. И именно поэтому император организовал все это. И вот почему головы покатятся. Ааа. Политика. Человек не может доверять даже своим родственникам. Вы кучка идиотов. Прекратите сплетничать, как маленькие сучки, и приступайте к работе. Ваши эльфийские задницы нихрена не получат, если мы не увеличим темп. Хорошо. Хорошо. Давайте двигаться. Мы нашли вход в руины, теперь нам нужно попасть внутрь. Может быть, мы найдем один или два клада? Хэм. Ты слишком низко целишься. Я планирую убить несколько зверей душевной крови. Я уже достиг 700 г уровня. Может быть, я и не блудный герой, но я не так уж плох. Группа эльфов лихорадочно обыскала пагоду, но вышла оттуда с пустыми руками. Но никого из них это, похоже, не беспокоило. В конце концов, они все еще находились на окраине руин, а все ценные в этих местах уже было вычищено. Тогда группа затаилась, чтобы продумать свои дальнейшие действия, и выбрала другую цель. На этот раз они выбрали цель, расположенную ближе к земле. С точки зрения логики, это было плохое решение. В этих горах, богатых маной, лучше всего выбирать места на вершине гор, где ее больше всего. Цивилизация здесь была устроена именно так. Однако эта группа выбрала небольшое здание в самом низу. Это было связано с тем, что у каждого, кто входил в руины, было ограниченное время на поиск сокровищ и ценностей. Поэтому большинство людей стремились найти что-нибудь ценное в жилых домах на вершине горы, так как там, скорее всего, проживали самые известные люди. Эта группа эльфов решила поступить на оборот и обыскать нижние районы, чтобы найти предметы, упущенные их предшественниками. Возможно, нижние здания были проигнорированы, так как в них не могло быть ничего ценного. Эльф по имени Ларетель предложил эту идею, и остальные, похоже, решили, что это хороший метод. Находясь во внешней части развалин, они могли бы найти предмет или два, если бы использовали эту стратегию. Прошло несколько минут, когда они спустились с горы и вошли в здание. Однако в последний момент Ларетель остановился. Эй, посмотрите туда. Это расщелина? Не кажется ли вам, ребята, что она довольно большая? Может быть, там кто-то жил? Группа тут же приостановила спуск и воспарила в воздух. Может, они не были вундеркиндами, но они были эльфами, рожденными в мире вранга. Их рост и потенциал не вызывал сомнений. Более того, каждый из них был примерно 700 г уровня. Они смело шагнули в расщелину, чтобы изучить возможности. Один из эльфов вызвал слабое мерцающее пламя, которое осветило им путь. Путь в расщелину вел их все глубже, и в следующую секунду группа эльфов тяжело вздохнула. Их путь закончился в огромной пустоте. Они действительно наткнулись на огромную пещеру внутри горы. Эльфы быстро активировали магию ветра и тихо спустились вниз, прижимаясь к стене пещеры. Внутри была кромешная тьма, наполненная ядовитыми миазмами. Однако эльфы продолжали спускаться. Было бы лучше, если бы они знали, куда идут, но в данный момент было безопаснее оставаться в темноте. Иначе на их спине могла появиться мишень с надписью «Убей меня». Ведь в древних руинах хранились не только бесконечные сокровища и небесные возможности, но и обитало несколько опасных зверей. И если только они не столкнутся с одним из этих зверей, все эльфы молча помолились и приготовились исследовать это место, как вдруг один из них, обладавший самым высоким восприятием, начал трястись от страха. В нескольких метрах от них сидел никто иной, как кровавый зверь. Кровавый зверь был существом кошмарным и трепетным, ужасающим проявлением древней силы и первобытного голода. Его бесплотная форма возвышалась над эльфами, достигая впечатляющей высоты почти в 6 метров, а за спиной тянулся длинный змеиный хвост. Его тело было покрыто переливающейся чешуей, переливающейся оттенками малинового и темно-фиолетового цветов. При движении его чешуя менялась, создавая впечатление, что он состоит из света и тени. Огромное чудовище, разбуженное свежей кровью, обратило свой грозный взгляд на группу эльфов. Его багровые глаза светились свирепым голодом, а от бесплотной формы исходила жуткая аура. Их поймели. Но как раз в тот момент, когда они замерли в страхе, вспыхнул шар пламени, истине появился невысокий и пухлый эльф, обрушивший на кровавое чудовище шквалатак. Элдрин Силверторн не собирался упускать такой шанс, предоставленный ему богом. Глава 1096А Едва ступив в руины, Элдрин приготовился сразу же рвануть вперед, к внутренним горам. Во внешних районах, скорее всего, ничего стоящего не было, поэтому он не хотел терять время. Кроме того, люди, которые, наверное, искали его, чтобы прикончить, могли забрести во внешние районы, учитывая, что он не раскрыл свою силу. Бросив песок им в глаза, Элдрин помчался вперед, летя так быстро, как только мог. Гравитация в этом районе была другой, поэтому его движения были немного замедленными. Тем не менее, он успевал. Но вдруг он резко остановился, почувствовав что-то ненормальное. Он почувствовал колебания чего-то мощного, находящегося поблизости. Восприятие, отточенное в ходе бесчисленных сражений, подсказывало ему, что поблизости находятся высокоуровневые звери. Их присутствие не было слишком резким, поэтому он мог определить, что это за зверь. Джекпот. Глаза Элдрина сверкнули ледяным блеском. Он знал, что поиск высокоуровневых зверей в руинах может привести либо к большой награде, либо к смертельной опасности. Но он был готов рискнуть. В конце концов, он уже был готов к этому. Замедлив шаг, Элдрин стал ловко маневрировать по местности, сливаясь с тенями по мере приближения к источнику мощного присутствия. Он на собственном опыте убедился, что привлечение ненужного внимания в руинах может быть смертельно опасным. Приблизившись, он заметил массивный вход в пещеру, скрытый густой растительностью. Он почувствовал исходящую от него ауру зверя. Он нырнул в пещеру, и в ее глубине оказалось то самое существо, которое он искал. Кровавый зверь. Элдрин облизнул губы и поспешно послал два мощных морозных вихря и еще одну вспышку синего пламени. Но на этом он не остановился. Этот огромный зверь был непростым противником для любого. Это был зверь, рожденный в результате многолетнего гниения сущности души и крови. Вместо жизненной силы эти звери работали на этих двух эссенциях, и в этих руинах было полно зверей душевной крови. Более того, при смерти каждый зверь мог выпустить небольшое количество эссенции крови. Поглощение этой эссенции могло дать огромный толчок к росту силы зверя, непосредственно помогая ему перешагнуть порог. Элдрин сражался со злобным кровавым зверем изо всех сил. Сбоку стояла кучка эльфов и тряслась, но ему не было до них никакого дела. Судя по всему, они не имели права стоять здесь. Элдрин продолжал наносить удар за ударом по кровавому зверю, его движения были плавными и расчетливыми. Он обрушил на зверя шквал элементальных атак, перемещаясь между ледяными вихрями, обжигающим пламенем и порывами ветра. Каждый удар был направлен на жизненно важные точки зверя, пытаясь ослабить его перед тем, как добить, но сделать это было непросто, учитывая, что звери душевной крови обладали высокой магической защитой, а также высокой физической защитой. Только ментальные атаки действовали на этих зверей очень эффективно, но их у Элдрина было в обрез. Поэтому он использовал весь запас маны, чтобы раз за разом наносить удары. Пещера наполнилась эхом от звуков их напряженной битвы, симфонии рева, шипения и треска элементальной энергии. Элдрин смотрел на чудовище, не отрывая глаз. Кровавый зверь яростно отбивался, его багровые глаза сверкали от ярости. Зверь орудовал острыми когтями, но Элдрин, благодаря своей ловкости, успевал уклоняться и парировать удары. Кровавая полоса, кровавая плеть, кровавый разрез, какую бы атаку ни бросало в него чудовище, он ловко уклонялся от нее. К удивлению Элдрина, внезапно произошло еще кое-что. Неожиданно один из эльфов, стоявших в стороне, бросился на него. Ублюдки. Элдрин скривился. Как раз в читай носу тот момент, когда он приканчивал кровавого зверя. Эти эльфы решили вмешаться. Что вы делаете, идиоты? Крикнул Элдрин, в его голосе слышалось раздражение. Не вмешивайтесь. Остальные эльфы обменялись взглядами, но продолжали нападать на него. Казалось, что они хотят покончить с ним. Однако Элдрин лишь громко фыркнул. Щелкнув пальцами, ледяной шторм обрушился на них, задерживая на месте. Элдрин презрительно усмехнулся. Затем он повернулся, чтобы прикончить проклятого таракана, который никак не хотел умирать. Он понятия не имел, что делает зверь душевной крови так далеко в окрестностях руин, но это было бесплатное убийство, и он собирался им воспользоваться. Он поднял руку, собираясь использовать густую ману, чтобы нанести последнюю атаку, которая окончательно истощит его здоровье, как вдруг на него обрушилась еще одна атака. На этот раз это был кровавый удар. Элдрин тут же напрягся. Нехорошее предчувствие зародилось внутри него, когда одна за другой в пещере беззвучно появились несколько пар багровых глаз. Проклятый кровавый зверь был не один. Он был полностью окружен. Вот черт, мне точно конец. Элдрин не смог удержаться от ехидной улыбки. Он все продумал и спланировал, чтобы выжить в этих руинах, но не мог представить себе такого исхода. Что вообще делали здесь эти звери душевной крови? Что, черт возьми, здесь происходит? На него обрушивались одна атака за другой. Он отчаянно пытался возвести толстые барьеры из мана и убраться из этой пещеры. Однако это было легче сказать, чем сделать. Оказалось, что у некоторых зверей душевной крови на спине были крылья, что указывало на их эволюцию. Эти засранцы были сильнее, могущественнее и умнее, и они хотели его смерти. Они взлетели вверх, преграждая ему путь. Вот и все. С ним покончено. Элдрин не знал, как долго он сможет продержаться. Он закрыл глаза и продолжал возводить барьер за барьером, когда перед ним промелькнула вся его жизнь. Он жил и умер никим. Как жалко. Секунды текли за секундами, пока он ждал сладкой смерти среди хаотического рева десятков и десятков зверей душевной крови. Если бы только у него была должная поддержка семьи и королевства, он мог бы использовать эту возможность как ступеньку и стать силой, с которой нужно считаться, возможно, даже более могущественной, чем его предок. Однако ни того, ни другого у него не было. И вот теперь его история закончилась. Что за чертовщина? Элдрин глубоко вздохнул, чувствуя, как в него проникают едкие миазмы, готовясь к своему последнему мгновению, но оно так и не наступило. А он в замешательстве открыл глаза и увидел, что посреди пещеры парит кто-то с длинными белыми волосами. Многочисленные звери душевной крови, готовые разорвать его на части, больше не обращали на него внимания. Вместо этого все они, казалось, были зациклены на этом странном человеке, человеке. Глава 1097. Подождите. Фигура изящно парила, серебряные волосы блестели в тусклом свете, почти люминисцируя. Его глаза были закрыты, и казалось, что его окружает аура чистого спокойствия. Более того, от него исходила мощная волна энергии, которая укращала кровожадных зверей. Их дикий рев стихал до низкого рычания. Сердце Элдрина заколотилось в груди, когда он увидел это зрелище. Он уже думал, что ему конец, но неожиданное появление этого человека привело к неожиданному повороту событий. Он понял, что это не просто случайный человек. Ведь ни один обычный человек не мог попасть в это место. В следующую секунду глаза незнакомца распахнулись и стали обсидианового оттенка, напоминающего бескрайнюю пустоту. Он стоял перед множеством зверей и крови один. Что за чертовщина? Этот парень сумасшедший, как он может в одиночку противостоять стольким зверям? Это было самоубийство. Как он и думал, звери начали направлять свою силу. От их тел исходил яркий багровый свет. Элдрин лишь удивленно молчал, наблюдая с безопасного места за тем, как пещеру озаряет взрыв магии. Однако когда свет померк, незнакомец остался один. Кровавых зверей, столь свирепых всего несколько мгновений назад, нигде не было видно. Фигура грациозно опустилась на землю и, наконец, обратила свой взор на Элдрина. Кто ты? Элдрин обрел дар речи и в недоумении уставился на незнакомца. Незнакомец лишь улыбнулся, не давая ответа. Мгновенно в мозгу Элдрина зазвучали тревожные сигналы. Это было нехорошо. У него возникло четкое ощущение, что если он сейчас скажет что-то не то или вообще ничего не скажет, то будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Стой! Воскликнул Элдрин, испытывая странное чувство отчаяния. Живым я стою больше, чем мертвым. К его удивлению, человек опустил руку. Сам факт того, что он использовал руку или, скорее, жесты для наложения магии, означал, что его уровень не мог быть настолько высоким, но все же Элдрин ощутил непреодолимое чувство опасности, исходящее от него. О, неужели? Спросил незнакомец. Его глаза сверкали интригой. Первое, что заметил Лем в этом мире, богатая густая мана, разлитая повсюду. Ее плотность почти в 10 раз превышала земную. Более того, мана здесь ощущалась как-то по-другому, как будто она была чище. Вот только где он, черт возьми, находился, думая об этом и продвигаясь к источнику маны, он, наконец, попал в какую-то миазматическую область. Густой туман покрывал бескрайние горы, похожие на море. Хотя сам туман выглядел вполне обычным, Лем ощущал от него удушающие чувства опасности. Но он должен был идти вперед. Это была единственная подсказка об этом мире, поэтому нужно было двигаться вперед, чтобы понять, где именно он находится. Лем осторожно вошел в границу, после чего концентрация маны в воздухе снова возросла. Казалось, что он попал в другую область. И это была не просто мана, это была энергия души. Он чувствовал необузданную энергию души повсюду вокруг себя. Точнее, это была энергия души, но это была и не энергия души. Она была немного другой. Пульс Лема участился, ведь это было именно то, что ему сейчас было нужно. Если бы он мог хоть немного восстановить свою душу. Он поспешно ворвался внутрь, пытаясь понять, с чем именно он имеет дело. И ему не пришлось долго искать. Энергия души и фридом, которую он искал, была прямо перед ним, в одной из гор. Правда, она имела необычную форму, и когда Лем вошел в огромную пещеру внутри горы, он понял, почему. Все вокруг было заполнено какими-то зверями. У этих зверей не было сильных душ, скорее они сами состояли из душ. Это были душевные звери, существа, созданные исключительно из остатков душевной энергии. Они пульсировали жутким багровым светом, их форма колебалась между материальной и бесплотной. В то же время они отличались от его собственной нежити. Эти души были живыми. Они были живыми и полными жизненной силы. Лем впервые узнал, что нечто подобное вообще может существовать. Все это время он ассоциировал свою нежить только со смертью, но они могли быть живыми. Мысли Лема путались, и ему казалось, что он ничего не понимает. Он был на пороге понимания чего-то, но это было слишком далеко для него. Сделав глубокий вдох, он внимательно наблюдал за ними. Тем временем звери, на мгновение опешившие от его присутствия, зашевелились. Их светящиеся глаза обратились к нему. Хор низких, заунывных воплей наполнил пещеру. Жуткая мелодия отозвалась в остатках его разорванной души. Но они не были ему подвластны. Взгляд Лема стал холодным, когда звери приготовились напасть на него. Он не паниковал. Он интуитивно чувствовал власть, которой обладал над этими зверями. Он поднял руку и ощутил густую энергию души, пульсирующую жизнью. Затем он приказал ей разрушиться. На мгновение все вокруг замерло. Звери замерли, их живые глаза уставились на Лема, а тела напряглись. А затем, через мгновение, показавшееся ему вечностью, энергия души откликнулась на его призыв. Словно шквал пуль, обрушившийся на скопление воздушных шариков, все звери начали лопаться один за другим. Звери в смятении и страхе ревели, а энергия души, формировавшая их тела, начала рассеиваться. Их телесные формы исчезали в бесплотном пространстве. Лем закрыл все уведомления. Несмотря на разворачивающийся перед ним хаос, он стоял на своем. Его глаза были сосредоточены. Рука высоко поднята, и он продолжал манипулировать энергией души. Когда последние остатки энергии души схлопнулись, рев зверей в последний раз пронесся по пещере, а затем исчез в небытии. Постепенно свет померк, и в пещере стало жутко тихо и неподвижно. Лем опустил руку. Вокруг него клубились остатки энергии души. Он чувствовал в ней жизненную силу, живую сущность, которая когда-то придавала форму зверям. Он не мог исцелить себя, поглощая души умерших, но, возможно, он мог исцелить себя с помощью этой энергии души. Лем уже приготовился проверить эту теорию. Его сердце бешено колотилось, как вдруг он почувствовал присутствие в пещере другого человека, гораздо более сильного, чем он сам. Стой! Живым я стою больше, чем мертвым, воскликнул круглолицый эльф. Глава 1098 Элварион Хэм Лем остановился. Ему стало очевидно, что стоящий напротив эльф обладает силой, намного превосходящей его собственную аура, которую излучал эльф. Была не просто сильной, она обладала глубиной и сложностью, что говорило о многолетнем обучении и мастерстве. И все же эльф просил его остановиться, даже зашел так далеко, что стал обсуждать его собственную значимость. Лем обдумал этот сценарий. Он мог составить приблизительное представление о произошедших событиях. Возможно, эльф наблюдал за тем, как он управляет душами, как они в конце концов распадаются, и сделал определенные предположения относительно его способностей. Возможно, он ошибся в уровне силы Лема, но оставался один несовпадающий кусочек головоломки. Разве эльф не должен был определить уровень его силы? Если человек имел гораздо более высокий уровень, чем другой, он мог использовать базовый навык оценки, чтобы определить состояние другого. Это была фундаментальная функция, позволяющая оценить силу и способности другого. Учитывая очевидную силу эльфа, его высококачественное одеяние и местоположение в этом мире, можно было предположить, что он владеет этим базовым навыком. Более того, Лем предположил, что эльф может даже обладать продвинутой версией оценки. Но почему же тогда эльф, похоже, не знал уровня его силы? Зачем вести переговоры, если он может легко одолеть его? Приняв это за комплимент его навыку владеть душой, Лем решил согласиться и бесшумно спустился вниз к эльфу, который воспринял это как молчаливое согласие на мир. Спасибо, старший. Спасибо. Пухлый эльф многократно поклонился Лему. Затем он неуверенно добавил. Прошу простить эту дерзость, но не собираетесь ли вы собрать эссенцию крови? Старший. Кровь. Лем не знал, за какой нитью следовать, и быстро обернулся, чтобы посмотреть, на что указывает эльф. Позади него, в том месте, где исчезли кровавые звери, в воздухе висели тусклые багровые капли. Должно быть, это и есть та самая эссенция крови, о которой говорил эльф. Старший. Те звери были зверями крови души. Это редкие существа, рожденные в результате конденсации обильной энергии души и энергии крови. Их кровяная эссенция бесценна, так как может усилить телосложение человека, пояснил эльф. Позвольте узнать, является ли старший гостем эльфийского императора? Если да, то я могу использовать свой канал связи, чтобы оповестить королевскую стражу. Лем отвернулся от эссенции крови, которая все еще висела в воздухе, не рассеиваясь, и перевел взгляд обратно на пухлого эльфа. Поговорить с эльфийским императором, это не сулило бы ему ничего хорошего. Однако, в этом мире работают каналы связи. Лем поднял бровь. Только что ему показалось, что эльф пытается прощупать его. Похоже, он начал подозревать, действительно ли Лем настолько сильный. Этот человек был хитер. Да, ответил эльф, горячо кивая, с помощью кристалла связи мы можем передавать сообщение мгновенно. Это основное заклинание в нашем мире. Лем впитывал эту информацию, его ум работал быстро. Хотя было ясно, что эльф начал подозревать его, он также должен был опасаться насторожить кого-либо, кто мог представлять потенциальную угрозу. Понятно, сказал Лем, не давая ответа. Но прежде чем он успел сказать что-то еще, эльф поспешно открыл рот. Прошу простить этого младшего, если позволите. Может быть, старшему нужен гид в этом мистическом царстве? Лицо Лема изменилось. Он понял, что стоящий перед ним эльф, наверное, обо всем догадался. Однако, к его удивлению, пухлый эльф заговорил снова. А дело в том, что этот младший отделился от своей группы, и я очень боюсь читай на Эфри и дам этих зверей крови души. Если старший сможет защитить младшего, то, возможно, я смогу провести вас к мечу. Хэм, Лем снова сделал паузу, удивленный дерзким предложением эльфа. Заметив его неуверенную реакцию на эссенцию крови и вопрос о каналах связи, эльф быстро догадался, что он новичок в этом мистическом царстве. Вместо того, чтобы использовать это знание в своих интересах, эльф предложил свою помощь. Он хотел стать проводником Лема в обмен на защиту от кровавых зверей. Лем на мгновение задумался, оценивая ситуацию, что это, возможно, стиле ловушка. Дело было в том, что ему нужно было принять предложение, потому что если он откажется, то может случиться все, что угодно. Кроме того, ему хотелось знать, где он находится и с чем имеет дело. Он мог либо вступить в схватку с этим эльфом прямо сейчас, либо пойти с ним и найти другое подходящее время, чтобы ускользнуть без последствий, возможно, в следующий раз, когда звери крови души окружат их. А пока, расскажи мне побольше об этом мистическом царстве. Принадлежит ли оно эльфам? Осторожно поинтересовался Лем. Да, старший. Это мистическое царство известно как Эльварион, скрытое царство во владениях эльфийского императора. Это священное место, убежище для наших самых дорогих сокровищ и секретов. В этом царстве обитает множество священных зверей, таких как звери крови души. Кроме того, здесь густая мистическая энергия, что делает его идеальным местом для культивации. Эти древние руины находятся под непосредственной защитой эльфийского императора и охраняются грозными чарами, которые допускают сюда только определенных людей. Например, таким уважаемым гостям, как вы. Лицо Лема дернулось, он почувствовал, что эльф на что-то намекает. А что касается меча, о котором я говорил, то это древний артефакт нашего народа. Остаток от Великой Битвы, произошедшей давным-давно. Затем эльф сделал паузу, видимо, вспомнив услышанную историю. Легенда гласит, что меч может создать разлом в самой реальности, вызванной божественным оружием, которым владел один из наших величайших воинов во время Древней войны. Его энергия до сих пор ощутима, даже спустя бесчисленные поколения. Глава 1099. Что скажешь, старший? Лем терпеливо выслушивал все, что объяснял эльф, но у него было ощущение, что ему говорят лишь полуправду. Почему он не мог точно сказать? Все действия эльфа выглядели так, словно он пытался разгадать его. Либо он был очень проницателен, либо очень глуп. Но если не принимать во внимание все эти объяснения, то в данный момент он находился в затруднительном положении. Он не знал, что делать с каплями крови, или каких там. Он уже пытался сохранить их в своем пространственном артефакте, но ничего не вышло. Если старший не возражает, я могу собрать эссенцию крови для вас, с улыбкой предложил пухлый эльф. Он достал из своего кольца кристалл, и в следующую секунду все клубящиеся эссенции крови собрались в кристалле, словно притянутые магнитом. Пухлый эльф поднял кристалл, чтобы показать лиому. Багровые капли закрутились внутри, их движения были причудливо гипнотическими. Этот кристалл, начал эльф, сделан из звездного осколка. Он способен хранить и стабилизировать энергию, подобную эссенции крови. Это редкий материал и, к сожалению, относительно дефицитный. Немногим посчастливилось им обладать. Затем он протянул кристалл Леому. Я могу дать вам его, старший. Считай, что это знак моей благодарности за вашу помощь в сражении с монстрами. Леом посмотрел на кристалл, затем снова на эльфа. Он все еще был на стороже, но все же взял кристалл из рук эльфа, ощутив под пальцами гладкую, прохладную поверхность. Он поднес кристалл ближе к глазам, чтобы рассмотреть его. Кристалл, на первый взгляд обычный, был наполнен бурлящей эссенцией крови. Он убрал кристалл в кольцо для хранения, посмотрел на эльфа и сказал. Продолжим. Веди к мечу. Леом понимал, что дела идут не очень хорошо. Эссенция крови была остатками этих загадочных зверей. Так почему же эльф добровольно предложил ему этот кристалл, если бы не тот факт, что он мог забрать его в любой момент? Ему нужно было бежать. Ему нужно было бежать быстро. В отличие от земли, здесь не было ограничений и, наверное, это был уже эволюционировавший мир, так что здесь должно было быть полно монстров. И сейчас он был уверен, что стоит рядом с одним из них. Леом собрался уходить, но эльф резко остановил его. Минуточку. Старший. Не считаете ли вы несколько необычным, что в этом регионе так много зверей и крови души? Да еще так далеко су от меча? Леом сделал паузу. Эльф был прав. Здесь должно было что-то быть. Пока Леом пытался разобраться в пещере, эльф зажег большой факел огня, который мгновенно осветил все вокруг. Свет пробился сквозь туман, открывая потайные уголки, которые скрывала темнота. Эльф размахивал факелом, и его огненный свет отбрасывал длинные тени. Вдруг он увидел огромную расщелину или, скорее, пропасть, проходящую прямо под ними. Это была зияющая пропасть, тянувшаяся по одной линии, казалась бесконечно в темноту. Ее глубина была непостижима, а ширина ужасающим зрелищем. В мерцающем свете факелов она казалась чудовищной пастью, готовой проглотить любого, кто посмеет подойти слишком близко. Это пробормотал эльф, и его голос эхом разнесся по пещерному пространству. Постранству, скорее всего, и есть причина активности зверей. Их привлекают места с высокой концентрацией энергии, а это расщелина излучает ее в значительном количестве. Он подошел к краю пропасти, свет факела плясал в его широко раскрытых глазах. Возможно, внутри что-то есть, сказал он, обернувшись, чтобы посмотреть на Лиэма. Что скажешь, старший? После этих слов на его губах появилась самодовольная саркастическая улыбка. Лиэм точно знал, что его время вышло. Эльф больше не нуждался в нем, а на расстоянии вытянутой руки находилось нечто ценное. В следующее мгновение из пропасти появилось нечто огромное, и Лиэм в ту же секунду принял решение. Сердце заколотилось в груди, когда он услышал оглушительный рев. Из пропасти показалось огромное существо. Эхо отскакивало от стен пещеры, создавая впечатление, что несколько зверей ревут в унисон. Звук был настолько сильным, что казалось, будто под ним дрожит земля. Вид зверя был еще более ужасающим. Это была чудовищная фигура, сплетение теней и чешуи, когтей и зубов, хлопанье массивных крыльев, поднимающих шторм. Его глаза были красными, как клубящаяся кровавая эссенция, и излучали злобу. Он никогда не видел ничего подобного, но жуткая аура, которую оно излучало, подтверждала, что оно гораздо мощнее тех зверей крови души, с которыми он сталкивался раньше. Лиэм не стал ждать, пока он увидит, где начинается и где заканчивается чудовище. Как только зверь появился, он воспользовался случаем и выскочил из пещеры. Однако в ту же секунду раздался голос эльфа. Даже не думай об этом. Ты мне не ровня. Ты тот, кого я могу раздавить, когда захочу, так что не думай убегать. Лиэм почувствовал, что эльф не шутит. Более того, его глаза расширились, когда он увидел, как эльф материализовал в своей руке копье. Эльф шевельнулся, и на копье капнула кровь. И в тот же миг огромный зверь умер. Лиэм даже не мог уследить за движением эльфа. Все было как в тумане. Пухленькому эльфу потребовалось всего мгновение, чтобы расправиться с монстром, и в мгновение ока он оказался перед Лиэмом. Слушай меня, человек. Позволь мне предложить сделку. Глава 1100. Считай это моим подарком. Мысли Лиэма разбегались. Он знал, что в этой огромной вселенной, или мультивселенной, или сколько бы миров не существовало, он, наверное, мог столкнуться с более сильными существами, но не ожидал, что столкнется с ними сразу. Прервав его мысли, эльф снова заговорил. Я не собираюсь причинять тебе вреда, человек. Так что перестань думать о том, как убежать. И что ты вообще собираешься делать после бегства. С твоими истощенными жизненными силами и искалеченным телом ты умрешь, не сделав и нескольких шагов. На самом деле удивительно, что ты до сих пор жив. Должно быть, тебе здорово повезло. Возможно, именно поэтому ты столкнулся со мной. Эльф пожал плечами. Поверь мне. Из всех эльфов, с которыми ты мог бы столкнуться, я лучший вариант. Я совершенно не люблю свой народ. Но ты-то интересен, и ты тот, кто может мне пригодиться. Я не знаю, как ты попал в это мистическое царство без приглашения или даже без доступа к вратам, но, похоже, ты обладаешь неплохим навыками. Что это? Какой-то навык работы с душой, который тебе посчастливилось изучить. Лицо Ляма изменилось. Он больше не выглядел запаниковавшим. Вместо этого он, читай, на Ифридом немного успокоился и задал вопрос, который эльф от него ожидал. Как я могу тебе доверять? Эльф улыбнулся. Ты просто должен. Ты ведь еще жив, не так ли? Лям наблюдал, как самодовольный и уверенный в себе эльф скользнул вниз, к трупу зверя, и засунул его куда-то, наверное, в свой пространственный артефакт. Эльф продолжил более внимательно осматривать пропасть, а Лям остался позади. Ему предстояло действовать очень осторожно. Сначала нужно было выяснить все подробности, а для этого следовало подыграть эльфу и выглядеть совсем не угрожающе. А еще, Лям со вздохом поднял руку. Он был так сосредоточен на внутренних повреждениях, что не заметил, как стал сморщенным, как сушеный помидор. Вот почему эльф с сарказмом называл его старик. Он посмотрел на свои шишковатые руки. Кожа на них была тонкой и прозрачной, как пергамент. Вены выпирали, словно желая вырваться из заточения хрупкого тела. Его волосы были длинными и белыми. Его жизненные силы выглядели истощенными. Лям посмотрел на эльфа, который обшаривал все закоулки этой пропасти, и подумал, нет ли у этого эльфа какого-нибудь лекарства. Очевидно, что ему нужна была помощь, чтобы справиться с чудовищами кровью душ. Должен быть какой-то способ заставить эльфа достать какой-нибудь целебный предмет, лучший, чем те, что были у него. Он внимательно наблюдал за эльфом. Он понял, что эльф далеко необычный. Его быстрая расправа над зверем, легкость, с которой он внезапно что-то прервало мысли Ляма. Его взгляд переместился, чтобы присмотреться, и краем глаза он заметил то, что привлекло его внимание. Что-то маленькое и серебристое, может быть, облачко энергии. И оно прямо влилось в меч, который он держал в другой руке. Лям с немым изумлением наблюдал, как серебристая струйка энергии плавно сливается с его мечом. На мгновение меч мягко засветился, излучая успокаивающую ауру, которая, казалось, утихомирила боль в его хрупком теле. Затем свечение померкло, и остался только меч. Лям не собирался сейчас исследовать спящих драконов, особенно когда его душа была ранена, но он без сомнения мог сказать, что произошло нечто значительное. Меч выглядел и ощущался иначе, чем раньше. Неужели одной единственной серебристой нити было достаточно для этого? Словно отвечая на его вопрос, эльф громко зарычал. Почему, черт возьми, сюда нельзя засунуть кусочек эссенции меча или что-нибудь еще ценное? Черт побери, мне никогда не везет. Затем эльф появился перед Лямом. Ты готов уходить? Возможно, мы встретим еще этих мерзких ублюдков. Твоя единственная задача – уничтожить их. Пухлый эльф вздохнул. Лям кивнул, крепче сжав меч черного дракона. Казалось, эльф не почувствовал маленькой сущности, которая влилась в его меч. Или он планировал забрать ее у него позже, как и эссенцию крови. Каким бы ни был его план, он должен был быть готов. А пока он играл роль, что это за капли крови. А это можешь оставить себе. Считай, что это мой подарок. А это очень щедро с твоей стороны. Неожиданно эльф начал смеяться. Человек, прежде чем ты пойдешь и воспользуешься этим, позволь мне предупредить тебя. Это не то, что может вылечить твое состояние. Это яд. Он разорвет на части и убьет все, что от тебя останется. Лям выглядел озадаченным. Я не понимаю. Это эссенция крови. Это чистая первозданная эссенция крови. Глаза Ляма тут же загорелись. Да. Я знаю, что она очень ценна, и император веками пытался поглотить ее, но она бесполезна. Его сущность настолько сильна, что сразу же убивает любого, кто пытается ее использовать. Что? Ты мне не доверяешь? Лям улыбнулся. Да ладно. Иначе зачем бы я тебе ее давал? Эльф достал откуда-то еще один кристалл и подержал его в руки. Он был гораздо плотнее, и внутри него вилось гораздо больше багровых нитей. Это не такая уж редкость, по крайней мере, для такого представителя высшего общества империи, как я. И никто так и не узнал, как это использовать. Снова спросил Лям. Ну, император был близок к этому, но для этого процесса требуется трава, трава эсранга. Чертова трава, найденная в мире с эсрангом. И даже с ней шансы весьма малы. На самом деле, человек получит больше пользы, если просто съест эту траву. Эльф щелкнул языком. Ладно, не будем терять время и пойдем дальше. Глава 1101. Какая у тебя история? Лям кивнул, убирая кристалл в свой пространственный артефакт. Несмотря на только что полученную новость, он старался сохранять спокойствие и собранность. Он даже отрегулировал свой пульс так, чтобы в нем ничего не изменилось. Он не сомневался, что сидящий рядом с ним эльф на несколько сотен выше его по уровню, и любые колебания в его поведении могли сразу насторожить эльфа. Однако, несмотря на все усилия эльф, казалось, все же что-то учуял. Не стоит так нервничать. Я и вправду не психопат, и мы с тобой не враждуем. Эльф успокоил Ляма. Кстати, меня зовут Элдрин. А тебя как зовут? Лям кивнул и коротко ответил. Джон МакКлин. Это пишется как Эля Эм? Эльф засмеялся. Выражение лица Ляма тут же стало серьезным. Как я и говорил. Ты слишком ничтожен, чтобы меня это волновало. Не стоит так нервничать. Но мне интересна твоя история. Как ты оказался именно здесь? Лям пожал плечами. Понятия не имею. Пухлый эльф снова засмеялся. Не говоря больше ни слова, он достал из своего кармана таблетку и бросил ее Ляму. Съешь это. Твоя жизненная сила восстановится до определенной степени. Лям кивнул и тут же съел таблетку, ни о чем не спрашивая и даже не колеблись. Таблетка оказалась прохладной, и почти сразу же по его телу пробежал приятный холодок. Он почувствовал, как в нем зашевелилась жизненная сила, словно разбуженная внезапным приливом энергии. Он наблюдал, как его руки обретают былую жизненную силу, вены на них редеют, а кожа подтягивается, приобретая более молодой вид. Лям посмотрел на Элдрина с легким удивлением в глазах. Он не ожидал, что эльф вручит ему нечто столь мощное. По его опыту, такие могущественные существа, как Элдрин, редко делали что-либо, не ожидая чего-то взамен. Спасибо, сказал он, и в его словах прозвучала искренность. Элдрин лишь пренебрежительно махнул рукой, на его губах заиграла ухмылка. Не стоит меня благодарить. Просто делай свою работу и не тяни меня вниз. Лям кивнул с почтительным выражением лица, как если бы он следовал за учителем. Пока все шло по плану, он хотел создать у эльфа образ слабости и старался использовать свои действия, чтобы наилучшим образом изобразить это. Таблетка была рискованной, но если бы эльф хотел причинить ему вред, он бы уже сделал это. Теперь Ляму оставалось только собрать побольше информации об этой траве с ранга, не вызвав у эльфа никаких подозрений. Также ему нужно было узнать больше информации о так называемых эссенции крови и эссенции меча. А это было проще сделать, если эльф считал Ляма безобидным. Поэтому Лям решил сохранить образ слабого, неосведомленного человека, стремящегося выжить, но, похоже, не имеющего ни знаний, ни средств для улучшения своего положения. Слабак, не представляющий угрозы, пешка. Вот кем ему нужно быть. По крайней мере, на время. Эльф был хитер. Его недооценка ничем хорошим не закончится. Выйдя из горы, они продолжили путь. После таблетки характеристики Ляма немного восстановились, но он все еще был намного медленнее эльфа, который, казалось, не обращал на это внимания. В общем, в этих горах им было недогонок. Они искали ценные предметы. Лям воспользовался этой возможностью, чтобы тонко выведать у Элдрина информацию. Много ли еще в этом царстве еще тех зверей? Скорее всего, ответил Элдрин, даже не взглянув на него. Здесь полно всяких мерзких тварей. Но звери крови душ, безусловно, самые опасные. Один неверный шаг, игра окончена. А эти существа, они все обладают какой-то сущностью? Все живые существа обладают сущностью. Человек, пояснил Элдрин, по его тону было видно, что вопрос показался ему довольно очевидным. Это та самая жизненная сила, которая определяет их. Но не все сущности одинаковы. Некоторые из них гораздо мощнее, гораздо ценнее других. Понятно, сказал Лям, делая вид, что впитывает информацию. А сущность меча что это такое? Элдрин на мгновение взглянул на него, прежде чем ответить. Это разновидность сущности, но вместо того, чтобы быть присущей существу, она привязана к объекту. В данном случае, к мечу. Это та самая сущность, которая придает мечу силу, уникальность. Но не всякий меч может получить свою сущность. А эссенция крови? Продолжал Лям, не решаясь задерживаться на этой теме, чтобы у эльфа не возникло подозрений относительно его линии вопроса. Аркхх, ты мне надоел. Разве я уже не объяснил тебе? Этот мир был разрушен в результате мощной битвы между монстрами, которые ты даже не можешь постичь. Сущность крови, сущность меча или любая другая сущность, с которой мы можем столкнуться, это их остатки. Вот что делает это мистическое царство таким особенным. Элдрин взглянул на Ляма, похоже, забавляясь его очевидным невежеством. И с течением времени эти сущности ослабли настолько, что могут быть использованы нами, при условии, что у тебя есть знания и умения. О звере крови душ? Спросил Лям. Да, эти звери, существа, рожденные из этой сущности. Эльф захихикал. Лям снова открыл рот, но Эльф прервал его. Думаю, теперь моя очередь задавать вопросы, человек. Немного нервничая, Лям ответил. Конечно, что бы ты хотел узнать? Элдрин сделал небольшую паузу, внимательно разглядывая Ляма. Расскажи мне, какая у тебя история? Лям знал, что это произойдет, но ложь не сулила ему ничего хорошего. Он должен был частично раскрыть правду. В противном случае рано или поздно он может оказаться мертвым. Как я уже сказал, я абсолютно ничего не понимаю. Мой мир находится в процессе эволюции, и я внезапно оказался здесь. Хаймымым. Взгляд эльфа стал холодным. Ты не уважаешь мою добрую волю? В нашей культуре это вопиющее неуважение. Глава 1102. Поиск сокровищ, как я уже сказал, я абсолютно ничего не понимаю. Мой мир находится в процессе эволюции, и я внезапно оказался здесь. Хаймымым. Взгляд эльфа стал холодным. Ты не уважаешь мою добрую волю? В нашей культуре это вопиющее неуважение. Лям ехидно улыбнулся этому обвинению. Даже если ты убьешь меня, мне и вправду больше нечего сказать. Не будь слишком самоуверенным. Ты можешь понадобиться мне для этих ублюдочных зверей, но я прекрасно обойдусь и без тебя. Лям взглотнул. Выражение его лица немного изменилось, и он вздохнул. Я связался с мировым деревом нашего мира, объяснил он. Но я не смог победить в сражении с Исанами. Поэтому один из хранителей нашего мира отправил меня сюда за большую плату. Пухлый эльф посмотрел на Ляма озадаченным взглядом. Опять же, я не знаю, что произошло на самом деле. Это лишь мое предположение. Имымымым. Элдрин кивнул. Скорее всего, ты не ошибаешься. Маловероятно, что твое мировое дерево созрело так скоро, чтобы помочь тебе в чем-либо. Твой хранитель, должно быть, обладал какой-то способностью к телепортации. Я не совсем уверен, ответил Лям, тщательно подбирая слова. Мне нужно немедленно вернуться, чтобы не допустить разрушения моего мира. Исаны, мерзкие твари. Я бы не возлагал на них больших надежд. С другой стороны, ты стал большой рыбой в маленьком пруду. Ты сумел защитить мировое дерево своего мира. Может, это и не так много, учитывая, что ты, скорее всего, из мусорного мира, но это уже кое-что. С этим ты сможешь спокойно поселиться в любом из нижних миров и даже стать королем. Можно даже поселиться в средних мирах, но это будет не так просто. Тем не менее, у тебя есть много вариантов. Сотрудничай со мной в этом деле, и я также предоставлю тебе некоторые читай-насу преимущества. Лям выслушал предложение эльфа с серьезным выражением лица. Спасибо за твое предложение, Элдрин. Начал Лям, но я не могу просто так бросить свой мир, каким бы незначительным он ни казался в масштабах всего мира. Для меня дело не только во власти или статусе. Речь идет о людях, которые зависят от меня. Речь идет о моей семье, моих друзьях. Я не могу просто бросить их умирать. Услышав его, на пухлом лице эльфа отразилась смесь радости и удивления. Вы, обитатели нижних миров, вы всегда придерживаетесь таких странных чувств. Нет ничего странного в том, чтобы ценить жизнь тех, кто тебе дорог. Глаза Элдрина слегка сузились, но он не выглядел возмущенным вызывающим ответом Ляма. Хорошо, наконец сказал он, и на его губах заиграла ухмылка. Я уважаю твою решимость, человек. Но помни, что твои благородные намерения ничего не значат, если ты не выживешь в этом мире. Я сделаю все, чтобы вернуться в свой мир, с явным отчаянием, ответил Лям. Элдрин усмехнулся, довольный его ответом. Хорошо, значит, у нас есть взаимопонимание. Теперь давай сосредоточимся на задании. Нам предстоит важный день. Эти звери крови душ есть ли шанс, что ты сможешь их почувствовать? Лям сразу же кивнул. Мне кажется, я могу очень смутно их почувствовать, если очень постараюсь. Это было именно то, чего он ждал. Ему нужно было, чтобы Эльф задал именно этот вопрос, чтобы привести в движение остальную часть своего плана. Судя по тому, что Лям успел понять, этот Эльф был не единственным, кто попал в так называемое мистическое царство. Эльф говорил об империи, но сам он, похоже, не принадлежал к королевской семье. Это наводило Ляма на мысль, что в этом мире сейчас и прямо здесь присутствуют более сильные Эльфы, которые могут быть не столь радушны по отношению к нему или даже к этому Эльфу. И это дало бы ему прекрасную возможность создать конфликт и совершить побег. Когда они отправились в путь, Лям закрыл глаза и попытался почувствовать присутствие энергии души. В отличие от внешнего мира, энергия в этом мистическом царстве была плотной и сложной. Ощущения были похожи на лабиринт исколеблющихся энергетических потоков. Вдвоем они направились в случайном направлении к гигантскому мечу, и вскоре Лям наткнулся на первые следы зверей крови душ. Элдрин тоже заметил их, в его глазах появился блеск решимости. Отлично, мы нашли первую группу. Но помни, эти звери хитры, не стоит их недооценивать. Лям закрыл глаза и сделал вид, будто напрягся до предела. Внутри же он был больше сосредоточен на бурлящей энергии души, которая была мягкой и питательной. Ему снова удалось впитать немного энергии, прежде чем остальная часть рассеялась. В идеале ему хотелось бы впитать эту энергию в бусину души, чтобы потом подробно изучить, но он не хотел раскрываться перед этим Эльфом. Сначала нужно было освободиться от его хватки. Здесь было полно сокровищ, которые могли бы поднять его уровень и состояние, но для этого нужно было остаться в живых. Не будет преувеличением сказать, что сейчас он стоял на краю обрыва, рискуя в любой момент сорваться вниз. Нужно было действовать осторожно. После того, как Лям расправился с тремя зверями, он, тяжело дыша, кивнул Эльфу. Эльф поспешно принялся осматривать окрестности, его глаза возбужденно блестели. В данный момент они находились в высоком здании из кирпича с несколькими этажами. Звери находились на самом нижнем этаже, поэтому Эльф начал с него. Эльф бросил Ляму что-то, и тот поймал. Это был еще один пустой кристалл, похожий на тот, что он давал раньше. Лям терпеливо ждал на том же месте, и вскоре Эльф вернулся к нему с лицом, полным ликования. Камни мерканы. Я и вправду добыл камни мерканы. Человек, ты проделал потрясающую работу. Вот, ты заслуживаешь повышения. Эльф бросил что-то Ляму, и тот поймал. Это был еще один пустой кристалл, похожий на тот, что он давал раньше. Этот имеет большую емкость. Используй его, чтобы собрать все эссенции крови. Спасибо. Лям почтительно поклонился и принял подарок. Эльф не только объявил, какую добычу он получил, но и дал ему кое-что взамен. Лям понимал, что Эльф ведет себя так беззаботно только потому, что не считает его угрозой, но в то же время он видел, как это проклятое существо манипулирует им, подбрасывая ему хлебные крошки. Наверное, это было сделано для того, чтобы он продолжал в том же духе, не пытаясь выкинуть что-нибудь странное. Но именно это Лям и планировал сделать. Они явно пытались манипулировать друг другом, но кто же в итоге выиграет? Пойдем. У нас еще много мест, которые мы должны пройти. Эльф жадно облизнул губы и на этот раз потащил Ляма за руку. Глава 1103. Беги. После камней Мирканы было скопление драгоценных камней и кровавое солнце, а за ними – травы без названия. Лям предположил, что эльф не придал особого значения травам, возможно, потому, что он не занимался алхимией и не объявлял о них, как о других предметах. Эльф был гораздо больше рад минералам и драгоценным камням. Не только это, но и несколько эссенций. Если эльфа не особенно интересовала эссенция крови, то элементальные эссенции он поглощал с удовольствием, снова впитывая их в другой кристалл. Наконец, был еще один тип эссенции, с которым они соприкасались в нескольких местах, но эта информация была доступна только Ляму, так как именно меч Черного Дракона поглотил эту эссенцию, а не эльф. С учетом первого раза это произошло в общей сложности три раза, и Лям забеспокоился, не раскроют ли его. К счастью, эльф был больше увлечен сбором элементальных эссенций и, казалось, не замечал действий меча Черного Дракона. Лям не знал, как меч смог поглотить эту эссенцию. То ли потому, что меч был душевным оружием, то ли потому, что в нем были заключены души Черных Драконов. Как бы то ни было, это был счастливый случай, так как меч, казалось, становился сильнее с каждым поглощением. Несмотря на беспокойство, Лям не собирался останавливать меч. Сейчас ему нужно было любое преимущество. Они продолжали продвигаться все дальше и дальше вглубь древних руин, и настроение эльфа, казалось, становилось все лучше. Их груз становился все больше. Каждый раз эльф беззастенчиво хвалил Ляма, одновременно запихивая предметы в свое пространственное кольцо. Лям передернулся, глядя на то, как пухлый парень рыскает вокруг в поисках новых предметов. Из слов Элдрина следовало, что эльф много раз бывал в древних руинах, но, судя по его поведению, Лям сомневался, что это так. Все продолжалось в том же духе, и вскоре настал тот самый шанс, которого Лям так ждал. В одной из гор впереди Лям почувствовал огромное скопление зверей и крови душ. Более того, звери в данный момент сражались, а это означало, что внутри горы находились и другие существа. Посмотрим, из чего ты сделан. Лям без колебаний указал на гору, и пухлый эльф восхищенно заулыбался. Как Лям и ожидал, эльф не почувствовал присутствия других, и они снова помчались в горе. Возможно, за пределами этого места было бы трудно стряхнуть с себя эльфа, но Лям чувствовал, что здесь это не исключено. Они мчались в гору на полной скорости, когда эльф вдруг остановился, и на его лице появилась паника. Беги! Крикнул эльф, и Лям улыбнулся. Ему не нужно было повторять дважды. Беги к горе, где мы впервые встретились. Не останавливайся, пока не доберешься туда. Хорошо спрячься. Предупреждение эльфа прозвучало слишком поздно. Лям уже мчался прочь от горы, но не в том направлении, которое указал Элдрин. Однако эльф был слишком занят, чтобы заметить это. С криком он бросился вниз, чтобы присоединиться к группе эльфов, сражающихся с кровавыми зверями. Ваше Высочество, позвольте мне защитить вас. Лям не переставал бежать. Он бросился на восток, где плотность энергии души казалась самой низкой, что указывало на то, что в этой части руин ничего особенного нет. Здесь же вероятность встретить других была наименьшей. Он планировал залечь на дно, пока его силы немного не восстановятся. Он был не уверен, что это осуществимо, но он должен был попытаться. Это место изобиловало сокровищами, и впервые он был сам. Оставалось только следить за эльфами. На самом деле это было легче сказать, чем сделать, потому свободный мир рано бы, что каждый из этих ублюдков казался высокоуровневым, что, по мнению Ляма, должно было быть обусловлено рангом их мира. Лям слышал, как Элдрин упоминал, что мир эльфов относится к грангу. Поэтому Лям не хотел открыто враждовать с эльфом. Если бы ему удалось как-то проникнуть в этот мир, возможно, замаскировавшись или скрытно, то он смог бы собрать гораздо больше информации и ресурсов. В настоящее время он не знал, известно ли остальным о его местонахождении. Даже если это была Верховная Жрица, не исключено, что ее сила и мощь позволяли ей просканировать все мириады царств на предмет его присутствия. Он должен был использовать этот шанс для развития. Это была первая передышка, которую он получил, и он должен был использовать ее должным образом. У Ляма был план. Единственный вопрос заключался в том, готов ли он его выполнить. Все будет зависеть от ближайших нескольких часов. Лям продолжил бежать и, оказавшись на безопасном расстоянии от шума, вошел в одно из зданий, разбросанных по горе. Сначала он огляделся, нет ли кого-нибудь поблизости, а затем быстро достал каменную табличку. Как только он войдет в мир каменной таблички, другие не смогут его почувствовать. По крайней мере, такова была его теория, и он давно подтвердил ее с помощью Шенью и Алекс. Однако эти эльфы не могли сравниться с теми двумя. Может быть, эльфы каким-то образом чувствовали, что что-то не так, и перед ними был карманный мир. Лям вздохнул. В данный момент он не мог позволить себе переживать о таких вещах. Он должен был восстановиться. Это была его первая и единственная задача. В противном случае он просто погибнет, а его сокровища будут лежать вокруг него и доставаться любому желающему. Глава 1104. Зеленый корень сердца. Ступив в мир каменной таблички, Лям глубоко вдохнул, ощутив в воздухе обильный запах пустоты. Что за черт даже табличка испортилась. Лям лишь горестно улыбнулся и сел. Возможно, из-за того, что он пытался впитать пустоты из массива, все вокруг было заполнено вихрями пустоты. В таком состоянии Лям мог только надеяться, что каменная табличка сможет работать, как прежде. Он сел и успокоился, думая о траве и деталях, связанных с ней. Зеленый корень сердца – чудодейственная трава из ранга. Он был не уверен, что все получится, учитывая, насколько хитрым оказался эльф. Был даже шанс, что этот ублюдок дал ему неверные сведения. Здесь было слишком много переменных. Но неожиданно в следующую секунду пророс маленький саженец. Он был совсем крошечным, не более пары сантиметров в высоту. Его тонкий стебель был яркого изумрудного оттенка, а нежные листья глянцево блестели, переливаясь неземным светом. С виду саженец был совсем небольшим, но Лям чувствовал исходящую от него необыкновенную ауру. Он уже выращивал различные травы, но ни одна из них не излучала такой ауры даже в полном росте. Этот крошечный саженец, несмотря на свой размер, был, несомненно, особенным. Трава росла медленнее других, но вскоре превратилась в солидное растение. Стебель был крепким, а листья распустились. От травы даже начал исходить слабый успокаивающий аромат, который, казалось, перекликался с энергией Ляма. Аромат распространялся вокруг него, и он чувствовал, как его уставшая душа омолаживается. Это было удивительное ощущение. Пульс Ляма участился. Он чувствовал, как растение наполняется целебной энергией. Один только его запах был лучше любого целебного зелья, которое он пил. Это превосходило все его ожидания. Это было настоящее сокровище. Это была трава из ранга. Трава из ранга. Лям тут же схватил траву и засунул ее прямо в рот. Все его тело жаждало ее. Как только трава попала на язык, в его теле произошел взрыв интенсивной энергии. Энергия была настолько сильной, что на мгновение он не мог пошевелиться, его глаза выпучились от шока, а тело застыло. Мощная жизненная энергия, заключенная в траве, начала циркулировать внутри него. От неожиданного прилива энергии его тело задрожало, и он почувствовал, как под воздействием травы его поврежденные меридианы начали быстро восстанавливаться. Процесс исцеления был настолько интенсивным, что ему пришлось стиснуть зубы и сжать кулаки, чтобы выдержать его. Ощущения были сродни тому, как если бы во внутренние органы вонзились тысячи маленьких иголочек, болезненных, но в то же время невероятно омолаживающих. Мощная жизненная энергия травы разливалась по венам, не только исцеляя поврежденные меридианы, но и укрепляя их, делая более выносливыми, чем прежде. Она наполнила его тело жизненной силой, и он почувствовал себя легче, чем когда-либо. Вялость и усталость, которые его мучили, исчезли, сменившись избытком сил и жизненной энергии. Через час интенсивного лечения Лям наконец открыл глаза. Его измученные глаза были наполнены ярким блеском. Он чувствовал, как мощная жизненная энергия продолжает течь по его венам, медленно восстанавливая все части тела. Более того, мана из мира каменной таблички вошла в его тело и стала бурлить в нем, подобно бурной реке. Его разрушенное ядро постепенно восстанавливалось. Лям сразу же обрадовался. Он продолжал медитировать и изо всех сил старался регулировать процесс. Однако в следующую секунду его накрыла волна сильнейшей боли, и он не смог удержаться от крика. Его тело билось свободно и меры рано бы в конвульсиях, каждый нерв горел, когда ядро маны было восстановлено, но тут же расколото. Боль была мучительной, словно его душу разрывали на части и собирали по кусочкам. Пустота просочился слишком глубоко в его тело и в ядро маны. Он уже не мог вернуться к прежней сущности. Как будто этого было недостаточно, в его тело начала просачиваться пустота из мира каменной таблички. Лям изо всех сил старался не допустить этого, но две энергии снова столкнулись и разрушили его внутренности. Питательная энергия травы, словно успокаивающие средства, пыталась утихомирить обе энергии, но ей это не удавалось. Она утонула в хаосе. Лям стиснул зубы, терпя все и медитируя, пока боль не утихла. На данный момент его состояние было намного лучше, чем раньше, но в том, что касалось его ядро маны, он все еще оставался калекой. Устало вздохнув, Лям достал из пространственного артефакта кристалл эссенции крови. Он не думал, что это будет легко, поэтому не был разочарован. Несмотря ни на что, он должен был продолжать двигаться вперед. Он поднял кристалл и внимательно осмотрел находящуюся в нем эссенцию крови. Он никогда раньше не сталкивался с подобным, поэтому не знал, что с ним делать. Но вдруг на его лице появилась хмурая улыбка. Он стал внимательнее наблюдать за эссенцией. Он не знал, почему, но казалось, что эссенция внутри взволнована и движется быстрее, чем раньше, как будто у нее есть своя собственная воля. В следующую секунду произошло нечто еще более шокирующее. Эссенция начала просачиваться из кристалла. К удивлению Ляма, вытекающая эссенция, казалось, притягивалась к траве с ранга и медленно двигалась к небольшому участку с травами. Не понимая, что происходит, Лям наблюдал, как эссенция крови начинает взаимодействовать с травой. Эссенция начала обволакивать одну из трав, словно обнимая ее. Зрелище было столь же потрясающим, сколь и обескураживающим. Он видел, как эссенция крови постепенно просачивается в траву, впитываясь в ее стебели листья. Трава, казалось, процветала под действием эссенции крови. Она увеличивалась в размерах, ее листья становились все более блестящими, а стебель – все более крепким. Глава 1105 Богаче, чем эльфы. Лям был одновременно очарован и обеспокоен. Он никогда раньше не наблюдал подобного явления и не мог предсказать, чем оно закончится. Однако тот факт, что трава процветает под воздействием эссенции крови, был неоспоримым признаком того, что она может принести пользу. Воздух вокруг травы мерцал, наполненный интенсивной энергией, которая почти ощущалась. Это было странное сочетание яростной энергии эссенции крови и успокаивающей ауры травы, но оно как-то идеально сочеталось. Через некоторое время эссенция крови полностью слилась с травой, и интенсивная энергия вокруг травы утихла. Осталась лишь величественная трава кроваво-красного цвета, от которой исходила благоговейная аура. Глядя на преобразованную траву, Лем почувствовал странное предвкушение. Он почувствовал, как сердце заколотилось в груди, когда он протянул руку, чтобы прикоснуться к растению. Как только его пальцы коснулись стебля, по нему прокатилась волна энергии. Она была сильнее, чем раньше, но в то же время более плавной. Словно сырая энергия эссенции крови была очищена травой и превратилась в мощную целительную энергию. Ему не терпелось есть траву и посмотреть, сможет ли она исцелить его еще больше, но он остановился. При ближайшем рассмотрении оказалось, что трава еще не насытилась. На траве еще оставалось несколько зеленых пятен. Возможно, этого было достаточно, но эльф сказал, что вероятность использования эссенции крови даже с этой травой невелика, поэтому Лем не хотел рисковать. В этом месте было полно эссенции крови, и он шел сюда вслепую. Лучше собрать еще немного, а потом попытаться использовать траву. К тому же, он понятия не имел, чего ожидает от этого места и что оно должно делать. Эльф тоже говорил об этом туманно. Он говорил об интеграции эссенции крови, но что произойдет после интеграции, Лемо было неясно. Улучшит ли это его телосложение, его ядро маны, пути циркуляции маны, или, может быть, его душу. Учитывая, что это была эссенция крови, правильнее всего было бы предположить, что улучшится его телосложение. Поэтому Лем и решился на употребление травы с эссенцией крови. Но он все равно хотел сделать это как можно лучше. Он отложил траву в сторону и собрал с грядки все остальные травы. Теперь у него было 20 трав из ранга. Хотя энергии в каменной табличке стало ощутимо меньше, это был хороший обмен на эти 20 трав. В одно мгновение он стал богаче даже этих эльфов мира Беранга. Какая нелепая вещь. Лем наконец-то смог использовать сокровища по назначению, но он сомневался, что это лучшее применение сокровища. Он сложил все травы в пространственный артефакт и быстро вышел из карманного мира. Он пробыл в этом мире меньше суток, но уже успел восстановить себя и оправиться от сильных повреждений, которым подверглось его тело. Неплохо, но это еще не все. Лем поспешил выйти из случайного здания. Он на мгновение задержался, прежде чем броситься вправо. Вместо того, чтобы сразу нырнуть в центр руин, он задержался на окраине, чтобы посмотреть, нет ли еще мест, где обитают звери крови душ, которые пропустили эти эльфы. Большинство эльфов должно было собраться во внутренней части руин, поэтому Лем надеялся, что внешние районы будут в относительной безопасности. Лем не знал, как он оказался здесь, в этом мире, но все, что ему было нужно для восстановления, находилось рядом с ним. Это место было полно драгоценных предметов. Неудивительно, что существа высшего мира находились на другом уровне. Если бы их мир был полон таких сокровищ, как этот, то их рост был бы просто взрывным. В то время как средний уровень землян, скорее всего, остановился бы на отметке 60-80, средний уровень эльфов превышал 500. Теперь оставалось только безопасно перемещаться по этому миру и находить ресурсы, избегая многочисленных высокоуровневых существ, бродящих вокруг. Если ему удастся это сделать, то он сможет достичь новых высот. Лем держался ближе к неровной поверхности гор, прячась в буйной растительности и туманном миазматическом покрытии. Он двигался осторожно, как только мог, но найти что-нибудь ценное на окраине было все равно, что ловить рыбу в фонтане. Похоже, что встреча с огромным стадом зверей крови душ была одноразовой. Возможно, ему и вправду придется зайти внутрь, чтобы найти более ценные предметы, как это сделал эльф. Это было рискованно, но он должен был это сделать. Что толку бегать здесь без всякой цели? Лем продолжал обследовать руины, которые, казалось, тянулись бесконечно долго. Время от времени он замечал то тут, то там зверей крови душ, но ничего похожего на то, что было впервые, когда он сюда попал. Но Лем не спешил. Он не торопился и внимательно изучал этих зверей. Он изучал содержащуюся в них энергию души, пока зверь не разъярился и не попытался убить его. И тогда он просто разрушил энергию души, чтобы прикончить зверя. Каждый из них давал ему хорошие очки опыта, но он не рассчитывал на скорое повышение уровня. Это была лишь капля в море. Лем продолжал действовать в том же духе, и почти целый день прошел без каких-либо успехов, как плохих, так и хороших. И только в сумерках он сделал интересное открытие. Между двумя огромными валунами находилась узкая пропасть. Она была очень узкой, и заметить ее было практически невозможно, если бы не слабая аура, исходящая от нее. Может быть, это та самая пропасть, которая тянется сюда. Глава 1106. Крещение кровью. Оглядев разбросанные руины, Лем попытался сориентироваться среди хаоса. Окружающее пространство представляло собой запутанный лабиринт из древних разрушающихся строений и диких зарослей, что затрудняло ориентацию. Однако по некоторым ориентирам, разбросанным по развалинам, он смог смутно определить свое местоположение и проследить за передвижением. При ближайшем рассмотрении оказалось, что первое предположение оказалось верным. Пропасть была ориентирована в том же направлении. Он решил направиться в ту сторону и проверить, действительно ли это та самая пропасть. Ведь это означало бы, что сквозь руины тянется одна огромная эфридом трещина. Что-то подобное должно быть значительным. Так как Лем в любом случае собирался ловить рыбу, он решил порыбачить именно в этом направлении. Он полетел вдоль пропасти, наблюдая за трещиной, которая то расширялась, то сужалась, как извилистая река. По пути он даже увидел несколько зверей крови душ, что еще больше укрепило его догадки. Лем продолжал поиски всю ночь, к счастью, не встретив больше ни одного эльфа, так как все еще находился во внешнем регионе. И, наконец, через несколько часов он снова заметил нечто странное. В большинстве мест слишком узкая пропасть становилась довольно широкой, проходя под определенной горой. Это была внушительная гора, ее возвышающиеся вершины скрывала пелена тумана. Под ней пропасть, обычно представлявшая собой трещину в земле, расширялась, превращаясь в широкую трещину, похожую на зияющую пасть какого-то чудовищного зверя. Это было необычное зрелище. И гора, и пропасть казались неотъемлемыми частями какого-то грандиозного замысла, тщательно спланированного и тщательно выполненного. Присмотревшись, Лем увидел, что пропасть не просто произвольно расширяется, а как будто сама гора медленно, но неуклонно погружается в землю, заставляя землю под ней трескаться и образовывать большую трещину. Даже природа камня в месте расширения пропасти была иной. Камни были темнее, их поверхность была гладкой и блестящей, как будто их отполировали. Из глубины пропасти исходило слабое жутковатое свечение, окрашивающее темные камни в оттенке бледного люминесценции. Лем завис на краю пропасти, вглядываясь в непроглядную черноту внизу. Несмотря на жуткое свечение, исходившее из глубины пропасти, он не мог различить ничего дальше нескольких метров внизу. Лем решил рискнуть. Бросив осторожный взгляд по сторонам, он убедился, что никаких других существ, особенно эльфов, в поле зрения нет. Сделав последний выдох, он спустился в пропасть. Единственный способ узнать, что находится внутри, это войти и проверить все самому. Темнота сомкнулась, и мир вокруг исчез, оставив лишь жуткое свечение стен пропасти. Лем не терял бдительности, проникая все глубже, и свечение стен пропасти становилось все ярче. Странно, но на ощупь оно было теплым, почти успокаивающим. Темнота вокруг него была пронизана полосами багрового света, который, как он понял, был кровью, текущей в камнях. Заинтригованный, Лем протянул руку и осторожно коснулся одной из светящихся полос. Она была теплой и пульсировала мощной энергией. В мгновение ока он понял, что это светится сама эссенция крови. Эта пропасть была не просто случайной трещиной, а огромным природным резервуаром эссенции крови. На лице Лема появилась медленная улыбка. Это было лучше, чем он надеялся. Он продолжил спуск, и с каждым мгновением его волнение росло. Чем дальше он спускался, тем ярче становился багровый свет. Он словно опускался в реку светящейся эссенции крови, пульсирующая энергия казалась почти живой. Вдруг его ноги коснулись чего-то твердого, и он понял, что достиг дна пропасти. Основанием пропасти служила небольшая неровная площадка из того же скользкого темного камня. Здесь свечение от эссенции крови было настолько интенсивным, что казалось, будто это дневной свет. Но больше всего внимания Лема привлекли образования, разбросанные по платформе. Это были массивные кристаллические образования, каждое из которых пульсировало интенсивным свечением. Кристаллы были разного размера, некоторые из них были не больше его руки, а другие возвышались над ним, как монолиты. Кристаллы. Навык Оценко говорил об этом. Навык повысился после того, как он некоторое время следовал за Элдрином, пока пухлый эльф собирал различные мелкие травы, драгоценные камни и эссенции. Тем не менее, добыча эльфа не могла сравниться с тем, что находилась перед Лемом в данный момент. Сглотнув, Лем внимательно осмотрел окрестности. Было ясно, что это не совсем обычное место, но вместе с сокровищами здесь таилась и опасность. И опасности здесь были ему не по силам. Он никак не мог справиться со зверями 500 Г уровня и выше. В отличие от полуживых земных, эти были настоящими. Недооценив их, он попадет в беду. Лем огляделся по сторонам, надеясь, что там ничего нет, как вдруг в пространстве раздался хриплый голос. Что у нас тут? Грязное человеческое существо? Голос отразился от стен пропасти, наполнив воздух ощутимым чувством угрозы. Лем напрягся. Все инстинкты кричали ему, что нужно бежать. Но он заставил себя сохранять спокойствие, не паниковать. Он понимал, что резкие движения могут вызвать агрессивную реакцию того, кому принадлежал этот голос. Голос, казалось, исходил от самых стен пропасти, и определить, откуда он доносится, было невозможно. Лему оставалось только стоять на месте, рука его неуверенно двигалась к мячу. Он сделал глубокий вдох, затем повысил голос. Я не желаю вам зла, сказал Лем, его тон был размеренным и уважительным. Я случайно наткнулся на это место и был удивлен его великолепием. Голос на мгновение затих, а затем снова зазвучал, на этот раз немного мягче. А, ты случайно наткнулся на целое царство? Какой ты везучий. Ха-ха-ха. Может быть, мне стоит дать сигнал своим потомкам, чтобы они проткнули тебя? Лем опустил глаза, но прежде чем он успел что-либо сказать, голос снова рассмеялся. Не волнуйся, человек. Я просто шучу с тобой. Прошла целая вечность с тех пор, как я в последний раз принимал гостей в этом забытом месте. В голосе, прозвучавшем сквозь пропасть, слышался оттенок одиночества. Лем на мгновение замер, пораженный неожиданной откровенностью. Он прочистил горло, не зная, как ответить. Мои некомпетентные потомки, похоже, не способны найти это место. Поэтому я рад, что у меня есть компания, пусть даже человеческая, продолжал голос, казалось, забыв о предыдущей угрозе. Я позволю тебе получить доступ к моему наследству. Может быть, наши пути не совпадают, но я вижу, что твоя душа горит местью и решимостью. Этого достаточно. В этих пустынных мириадах царств я протяну тебе руку помощи, чтобы ты смог закрепиться. С моей помощью ты сможешь овладеть силой, достаточной для того, чтобы посеять хаос в Тирноноге. Заставь эльфийский мир гореть. А, Лем был удивлен. Этот голос явно принадлежал эльфу, но он говорил против них. Да, ты не ослышался. Усмехнулся голос, жутким эхом отразившись от пропасти. Я и вправду эльф или был им. Когда-то гордый, когда-то свободный. Но это было очень давно. Теперь я лишь отголосок себя прежнего. Но это тебя не касается. Ты жаждешь силы, и я готов дать ее тебе. Тирноноге нужно крещение кровью. Ты станешь моим средством, чтобы преподать моему ленивому потомству хороший урок. Лем кивнул и почтительно поклонился. Хотя он не понимал, зачем эльфийскому предку, или кто бы это ни был, понадобилось делать такое, он не собирался отказываться от предложения. Но Лем прекрасно понимал, что бесплатных обедов в этом мире не бывает. И хотя, судя по всему, это всего лишь останки некогда могущественного человека, он не смел смотреть на него свысока. Возможно, эльф не ожидал, что он добьется успеха, а возможно, не предлагал ему полного наследства. Возможно, он даже рассчитывал, что эльфы выследят его, как только он выберется оттуда, и тем самым приведут всех к месту получения наследства. Но какова бы ни была причина, Лем был готов согласиться на сделку. Это было наследство мистического царства, связанного с миром Вранга, и оно было слишком желанным для существ 500-го уровня и выше. Было бы глупо не пойти на риск. Я сделаю все возможные, чтобы не разочаровать вас, старший. Он сцепил руки и выразил свое почтение. В следующую секунду раздался громкий грохот, и одна из массивных каменных стен пришла в движение. Глава 1107. Невозможно. Стена медленно отодвинулась, открыв вход. Широкий и высокий коридор светился тем же люминесцентным светом, что и вся пропасть. На стенах были выгравированы замысловатые символы, которые, казалось, танцевали и пульсировали вместе со свечением. Снова раздался голос, теперь уже из глубины открывшегося прохода. Войди, юный человек, и прими свое наследство. Пусть оно сослужит тебе хорошую службу в грядущие десятилетия. Лям сглотнул, нервы гудели от предвкушения и волнения. Он оглянулся на вход в пропасть и шагнул в закрытое пространство. Что же это за наследство? Что находится внутри? Нужно ли ему пройти какие-то испытания? Как-то проявить себя, чтобы получить это наследство? Если да, то что ему делать с его нынешним раненым состоянием? Несколько мыслей пронеслись в голове, пока он думал о том, что ждет его впереди. В коридоре было прохладнее, чем в пропасти, кристаллы крови, выложенные на стенах, давали мягкое, успокаивающее тепло. Чем дальше он шел, тем интенсивнее становилось это тепло. Вдруг оно вспыхнуло, заливая его резким багровым светом. Лям не успел среагировать, как его заворожила эта странная атмосфера. Символы на стенах пульсировали в такт его сердцебиению, и он почувствовал, как между ним и древними рунами возникла странная связь. Казалось, что они общаются с ним, касаются его души, дарит ему знания и мудрость. Лям закрыл глаза и отдался этому ощущению, позволив древней силе просочиться в его душу. Он почувствовал, как его сознание покидает тело. Он оказался в новом мире. Его больше не мучили никакие тяготы и воспоминания. Он чувствовал себя свободным. Ему казалось, что в этом мире нет ничего, что могло бы ему противостоять. Перед глазами замелькали образы. Древние битвы, могущественные заклинания, мудрые эльфийские мудрецы и гордые, благородная фигура, возвышающаяся над всеми ними, аура которой излучала силу и мудрость. Лям не мог ничего понять. Он видел все, но в то же время ничего не фиксировал в своем сознании. Внезапно появился эльф. Эльф был высокой неземной красоты, одетый в длинные одежды, мерцающие потусторонним светом. Его длинные серебристые волосы струились по спине, а в пронзительно-голубых глазах, казалось, таилась мудрость бесчисленных веков. Затем фигура внезапно посмотрела прямо на Ляма, его глаза озорно сверкнули. Значит, ты мой преемник? Да. Интересно. Теперь я понимаю, почему старый я выбрал тебя. Ты другой. Решительный. Волевой. У тебя неутолимая жажда власти. В следующее мгновение голос эльфа и его невозмутимое лицо исчезли, и Лям снова стоял посреди бескрайнего поля боя, простиравшегося насколько хватало глаз. Вокруг него были разбросаны обломки и остатки давно минувшей войны. Земля под его ногами утопала в отголосках пролитой крови, а некогда гордые строения теперь лежали в руинах. Лям почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодок. От ощутимого убийственного намерения его бросало в дрожь. Из теней появились ужасающие ауры, среди которых он различил шесть мощных аур, возвышавшихся над всеми. Лям смутно ощущал, что сейчас он находится не в этом месте и не в этом времени. Однако давление, которое он ощущал от этих фигур, было ужасающим. Он едва мог противостоять им, и в любой момент его сознание могло покинуть его. Прежде чем он успел понять, что происходит, шесть фигур двинулись вперед, их формы расплывались, они двигались со скоростью, не поддающейся естественным законам. Каждая из них держала в руках оружие, которое, казалось, олицетворяло их сферу деятельности. Мозг Ляма мгновенно пронзил раскалывающаяся головная боль. Он понял, что его вот-вот вышвырнут из этого места. Он застонал и попытался удержаться, но безуспешно. Зрение быстро расплывалось, и изображение начало исчезать, сменяясь лишь темнотой. Однако в этот последний момент Лям успел что-то уловить. Он увидел меч. Меч, казалось, разрывал саму реальность. Излучаемый им холод замораживал все, что находилось поблизости. Это был не просто холод, это было воплощение абсолютного нуля, температуры, при которой даже время и пространство, казалось, остановились. Владелец меча представлял собой внушительную фигуру, окутанную инеем и снегом. Такой облик не соответствовал огненному и бурному окружению поля боя. Их движения были точными и экономными, каждый шаг опытным. С мечом в руках он двигался, как зимняя буря, стремительно и с грузом многовековой мудрости и закаленного в боях опыта. Его присутствие было подобно возвышающемуся айсбергу в бушующем море огня, неподвижному и неудержимому. Последний взмах меча, который заметил Лиам, был выполнен с таким изяществом и силой, что, казалось, рассекал сам воздух, посылая волну мороза, которая распространялась по полю боя, превращая в лед все, чего она касалась. Как раз в тот момент, когда его уже собиралась поглотить эта волна ледяной энергии, его сознание начало отступать, а пульсирующая боль в голове достигла своего пика. Но образ меча и его владельца, ледяная аура и леденящий душу удар глубоко запечатлелись в его сознании. Когда он открыл глаза, Лиам снова был в коридоре, его рука почему-то лежала на рукояти его собственного меча. Руны на стенах пульсировали мягким свечением, словно признавая его возвращение. Его тело было мокрым от пота, а голова пульсировала от остатков головной боли. Но под физическим дискомфортом Лиам ощущал странное чувство возбуждения. Он отчетливо помнил ледяной удар меча и всепоглощающую ауру его владельца. Все еще находясь в этом застывшем состоянии, он медленно двинулся. Он взмахнул мечом, пытаясь повторить увиденный ему удар, но его движения были медленными и неуклюжими. Но с каждым взмахом он чувствовал слабый отголосок той ледяной ауры, которую он наблюдал, ледяную энергию, которая, казалось, исходила от клинка. Лиам улыбнулся сквозь усталость. Когда эльфийский старец упомянул о наследстве, он не ожидал такого. На этот раз он и вправду многого добился. Он словно стал другим человеком. Он не мог точно определить это. Однако сейчас было не время думать обо всем этом. В голове Лиама все еще жило воспоминания и ощущение того, чему он только что был свидетелем. Это было всего лишь меллисекундное переживание, но оно глубоко запечатлелось в его мозгу. Он быстро закрыл глаза и сосредоточился на этом образе. У него возникло ощущение, что если он упустит этот шанс, то уже никогда не сможет его вернуть. Он стоял на пороге чего-то, и нужно было ухватиться за это прямо сейчас и прямо здесь. Чувство спокойствия охватило Лиама, когда он сосредоточил свои мысли на морозном ударе меча. Пульс участился, тело расслабилось, свободный мир рано бы осознание превратилось в спокойную гладь воды, ни на что не отвлекающуюся. Он полностью погрузился в ощущение, его тело бессознательно выполняло движение. При этом ощущалась несомненная тяга от воспоминаний, в которые он был погружен. Как будто что-то направляло его движение и формировало их так, чтобы они повторяли ледяную ауру древней фигуры. Он снова и снова взмахивал мечом, каждый раз ощущая отголосок, лишь едва слышный. Для твоего вида твоя ментальная сила весьма впечатляет. Теперь покажи мне, на что ты способен. От него исходил ледяной холод. Его дыхание сконденсировалось в прохладном воздухе, ощутимо свидетельствуя о ледяной энергии, которую теперь хранил его клинок. Если бы Лям в этот момент открыл глаза, то увидел бы лицо, похожее на то, что было на картинках рядом с ним. Лицо не было ни настоящим, ни отсутствующим, а лишь остатком, оставленным для управления наследством. Оно продолжало смотреть на Ляма, словно восхищаясь его способностью адаптироваться и учиться. Казалось, прошли часы, пока Лям неустанно отрабатывал удар. Он был полностью поглощен движением и ощущением ледяной энергии. Его тело двигалось без всяких мыслей, отрабатывая последовательность действий так, словно делало это уже много лет. Движения становились все более точными, угол и сила ударов все больше соответствовали воспоминаниям. Холодная энергия клинка усилилась, и каждый удар оставлял за собой заметный след из морозного воздуха. Внезапно Эльф был удивлен. Из меча Ляма вырвался импульс энергии, проносясь по его руке и распространился по всему телу. Невозможно. Глава 1108. Очистка. Эльфийский старец воскликнул. Его бесплотная форма мерцала, словно раскачиваемая невидимой силой. Ты получил представление о ледяном тайном ударе всего за несколько часов? У меня на это ушли десятилетия. Бесплотная форма эльфа то исчезала, то появлялась, словно борясь за то, чтобы оставаться видимой. Это было невообразимое явление, которого он даже не ожидал. Он предполагал, что человеку понадобится не менее пары лет, чтобы постичь такое мастерство, полностью переварив увиденный образ. Однако этот молодой человек, которому не исполнилось и нескольких десятков лет, сумел не только воспроизвести удар, но и вникнуть в его суть за малую толику времени. Кто же был этот человек? Может быть, он недооценил его? Может быть, это скрытая сила из мира оранга? Лиам, совершенно не обращая внимания на шок эльфийского старейшины, продолжал свои неустанные тренировки. Его тело было мокрым от пота, мышцы кричали в знак протеста, но он не обращал на них внимания. Его внимание было сосредоточено исключительно на движениях и ощущении ледяной силы, текущей через него. В нем словно ожила ледяная аура из воспоминаний. Он чувствовал ее не только в мече, но и в своих венах. Она текла по нему, как мощное подводное течение. С каждым движением он чувствовал себя все более связанным с этой силой, все более синхронизированным с ней. В конце концов, сила достигла пика. Морозная аура вокруг него то вспыхивала, то утихала. Лиам почувствовал странное ощущение, что все вокруг стало щелкать. Он запомнил это ощущение. Так продолжалось несколько часов, пока он не перестал концентрироваться. Когда он открыл глаза, то увидел, что светящиеся руны на стенах значительно потускнели. Прохлада в воздухе рассеялась, и кристаллы крови снова излучали теплые, успокаивающие свечения. Он снова оказался в коридоре и стоял так, словно время не прошло. Он посмотрел на меч, который держал в руки. Лезвие теперь мерцало слабой аурой, словно меч был доволен. Он чувствовал, как по нему течет сила, ожидая его команды. Не успел он задуматься о причине, как раздалось несколько уведомлений. На лице Лиама появилась улыбка. Вы изучили новый навык Ледяной Тайный Удар. Вы получили семя даа элемента льда. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Лиам не мог поверить своим глазам. Всего за несколько часов он получил так много. Новый навык и семя даа. Лиам сомневался, что он и вправду изучил этот навык. Скорее всего, это была неполноценная версия навыка. Он также не понимал значения этих семян даа. Тем не менее, он повысил уровень 51 раз, что было огромным достижением. Лиам сразу же открыл экран статуса, чтобы проверить прогресс. Имя. Лиам Чанг уровень. 285 классы. Некромантес. Маг души с СС. Заблокирован. Раса. Человек родная планета. Земля титулы. Первый эволюционер земли. Первый кузнец земли ядро маны. Красное, пробужденное сломанное ядро пустоты. Обсидиановое, пробужденное сломанное душа. Второй порядок сломанное пути. До семени манипуляции маной. До семени манипуляции пустотой. До семени ледяного элемента ля живучесть. 350, 520, выносливость. 300, 530, сила. 400, 515, интеллект. 380, 501, ловкость. 450, 504, удача. 625, физическая защита. 300, ментальная защита. 800, душевная защита. 5, нераспределенные очки характеристик. 300 лиам увидел, что его характеристики значительно выросли. Кроме того, благодаря полученному семени дая, он получил больше свободных очков. В этом опасном положении он не решился экономить свободные очки. Так как физически он был гораздо слабее, он добавил 300 очков к своей живучести. Лем глубоко вздохнул и стал медитировать, пытаясь почувствовать, как изменится его телосложение после добавления сразу стольких очков. Однако секунды шли, а он не чувствовал никаких изменений. Как и при многократном повышении уровня, когда он получил огромный прирост очков характеристик, он снова не почувствовал ничего от шокированной бесплотной фигуры, наблюдавшей за ним из-за угла. Он и не подозревал о том, какой переполох вызвало его призрачное изменение. Лем вздохнул. Он уже знал, почему так происходит. Его тело сейчас было крайне разбалансировано и в корне испорчено, и, наверное, поэтому он не чувствовал заметной разницы в своей силе. Ему предстояло пройти еще долгий путь, но пока он был доволен своим прогрессом, Лем упал на спину, мягко приземлившись на землю. Он слишком устал, чтобы двигаться. Эльфу оставалось только гадать, кто этот человек и как ему удалось совершить такой подвиг за невообразимо короткий срок. Фигура молча наблюдала за Лемом, на ее лице отражалось удивление, восхищение и легкое беспокойство. Если раньше, когда эльфийский старейшина говорил о крещении кровью, он просто говорил в потоке, то теперь, похоже, дело действительно могло дойти до этого. Пока эльф продолжал думать, его взгляд упал на Лема, мирно покоившегося на холодном, пропитанном эссенцией крови каменном полу. В следующую секунду эльф был удивлен еще больше, увидев, как человек совершает нечто невероятно возмутительное. Лем достал один из стеблей зеленого корень сердца. Глаза эльфа стали круглыми, как блюдца. Это, это, это трава из ранга. Даже такой благородный человек, как он, затрепетал при виде драгоценной травы. Эта трава была очень редкой, растущей только в высших мирах. Это была особая трава, способная помощь в исцелении как физических, так и душевных ран. Она была известна как божественный целитель среди трав. Но, что еще важнее, ее нельзя было использовать легкомысленно или случайно, особенно таким низшим существом, как стоящий перед ним человек. Но Лем держал драгоценную траву эсранга так, словно это была обычная мусорная трава. В следующую секунду он снова был удивлен, когда трава начала дрожать. Аура травы запульсировала, и трава начала поглощать всю эссенцию крови в небольшом замкнутом пространстве. Эссенция крови просочилась глубоко в камни, и камни десятилетия за десятилетиями начали медленно стекать в маленькую траву, которая жадно поглощала все, что попадалось на глаза. Окружающие кристаллы крови заметно потускнили, так как трава высасывала их досуха. На этот раз трава уже не была такого красного оттенка, как раньше. Трава, которую держал Лем, была насыщенного малинового цвета, на ней не осталось ни одного свободного места. Если она еще больше впитает в себя эссенцию крови, то может даже начать капать кровь. И Лем, и эльфийский старец были удивлены таким явлением. Эльфийский старец тяжело дышал, его форма неустойчиво колебалась, пока он наблюдал за происходящим. Это-это невозможно. Эта трава потребляет эссенцию крови напрямую и в таком большом количестве. Это-это. Он не мог сформировать ни одного связного предложения, потеряв дар речи. Эта трава должна быть травой высшего качества, по крайней мере, тысячелетней выдержки. Он задыхался. Лем, державший малиновую траву, был удивлен не меньше, но быстро пришел в себя. Он уже видел много неожиданных вещей. Трава, окрасившаяся в красный цвет, была лишь очередным дополнением к этому списку. Гораздо больше его интересовало, что эта трава может сделать для него. Лем осторожно взял в траву, его глаза отражали красное сияние. Трава все еще впитывала эссенцию, ритмично пульсируя, словно живая. Через несколько минут трава наконец успокоилась. Багровое свечение потускнело, и теперь она...